добрый вечер друзья у нас сегодня большое мероприятие я думаю что оно будет не меньше чем в прошлый раз по времени боюсь что мы с вами где-нибудь к трем часам только уложимся в график потому что материал очень много накопилось очень много тем огромное количество и я уверен что я не на все темы даже отвечу и даже близко не на все темы которые обсуждаются сейчас в обществе у нас уже несколько сот человек подключилась вот ясно 250 ну постепенно народ подтягивается обычно это не не в одну секунду происходит вот поэтому я наверное я не знаю даже подождать еще пару минут или начинать как граждане приятно вас видеть напишите начинать или продолжать очень тихо хорошо если очень тихо давайте мне наушники тогда сейчас мы нет вот тут пишет хорошо ждем всех всех мы не дождемся друзья это очень много людей будет у нас запланировано порядка 500 600 700 может быть даже хорошо слышно подождать немножко начинать мы как всегда у нас же общество свободных людей одни одно другие другое ну сейчас три минуты еще подождем вот и тогда начнем в этот раз я как видите нахожусь в домашних условиях потому что откровенно говоря замечательный самовар который дымил за моими плечами это была хорошая такая картинка хорошая тема но честно говоря я промерз ужасно и более того я даже заболел после этого то есть я не ожидал что такая будет холодина пока было более менее тепло все было замечательно но я уже не мог прервать доклад уже не мог уйти и последний час опустилась знаете как всегда бывает вот по весне все-таки начало апреля было опустилась такая сырость холодная и она просто пронизала до кости уже ничем нельзя было и свитером и курткой ничем в общем наверное остановить и поэтому в общем случилось неприятности мне пришлось пришлось немножко полежать больным ну я надеюсь у меня миновала та инфекция которую мы сегодня обсуждаем вот я себя берегу я везде хожу я не ношу маски перчаток выхожу в свет хожу в магазины выступая как вы видите на телевидение езжу с такси в такси общаясь с людьми мы собираемся здесь разные люди приходят на вот поэтому я в полном бережении себя здесь чувствую вот здоровье у меня и так все нормально ну вот если у кого-то нет звука нет картинки в принципе у всех у всех есть поэтому это что-то либо у вас может нестабильный интернет проверьте переподключитесь как говорит мой сын на 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 7 бед один ресет вот кто-то пишет холодно было на вас смотреть а вы представьте как холодно мне было сидеть вот ну ладно семнадцать тридцать пять время болтовни наверное закончилось да давайте слайды и поехали поехали обсуждать тему значит я включаю указку чтобы не видно даже моя стрелочка чтобы бегала тут тоже я буду показывать кое-что мы назвали эту тему сегодня как спасти жизнь больного с коронавирусной инфекцией не случайно потому что мы считаем что те технологии и те предложения которые мы делаем они вполне жизни спасающие спасают огромное количество жизней и поэтому собственно об этом и будет сегодня разговор значит я сразу хочу сказать что есть определенный конфликт интересов не прошла стали делать замечания ну правда не на вебинаре уже потом что я что-то рекламирую ну а как вы себе представляете во первых есть понять информационные партнеры мне например вот одна компания вообще ничего не платит но зато они мне прислали огромную подборку информации я бесконечно благодарен потому что я бы так не собрал они сидят и собирают извините что называется в тупую вот ну и кроме того конечно финансы у нас поддерживает компании это и про медсесс прага и альфа сигма берлин химии файзер мы с ними много лет работаем взаимодействуем и здесь вопрос не всегда денежная вопрос опять же очень много информации я получаю от них и мы делаем исследования и это в общем большое сотрудничество поэтому но определенный конфликт интересов есть ничего страшно потерпите эту лекцию я как и в прошлый раз посвящая своим учителям профессору академику андрея ивановича воробьёву он сидит слева и профессору член корреспонденту изнастия сломановича баркаган он сидит в середине это мои учителя это тема которую я сегодня озвучиваю это впрямую работа их я в качестве ученика ну правда учеником я был долго у них около 30 лет не меньше огромное количество людей которые но в основном сегодня через интернет поддерживали обсуждали кто-то по телефону кто-то еще как-то и здесь очень много иностранцев очень много людей из разных стран скажем так может быть они не иностранцы в прямую да но люди которые заинтересованы писали спорили кстати говоря много отписалась от меня как это не интересно потому что у меня позиция довольно жесткая во многих отношениях и многие меня обвиняют в ней но как показывает практика я не поменял свою позицию и мне кажется что она все-таки правильно она выдерживает проверку временем отдельное спасибо моей жене любовь красновой которые здесь все те кто же все это в заточении все это в небольшом все-таки пространстве вот сотрудники московского городского общества терапевтов которые много лет ведут это обществу и точно ничего бы не произошло без анастасии титова и андрея воробьева которые в основном занимаются техническими и прочими вопросами связанные с проведением этого вебинара значит краткое содержание это рекомендации мгнот по лечению двс-синдрому при распорных респираторных инфекциях обращая внимание сразу что будет обсуждаться и грипп h1n1 и ковид-19 что такое двс-синдром от иммунного ответа через цитокиновый шторм к воспалительно-тромботическому торнадо клиническая картина двс-синдрома при респираторных инфекциях диагностика двс-синдрома лечение при респираторных инфекциях от легких случаев до к реконвалисцентов может быть в этом будет отличие всего того что делается в мире потому что я буду обсуждать и амбулаторное лечение больных с относительно нетяжелыми проявлениями и лечение больных которые выписаны стационар или просто провечились что делать с ними кто и почему сопротивляется внедрению методологии терапии двс-синдрома обсудим персонально укажу пальцем дайте свободу наверное понятно почему болеют и умирают медицинские работники поговорим и ответы на вопросы в прошлый раз заняли час поэтому ну наверное будет тоже звука нет звука нет звука нет есть звук друзья мои это что-то с вашим интернетом ищите пожалуйста проблемы у себя значит авторский коллектив рекомендации московского городского терапевтического общества он интернационален это баяна кенна и набек вы это сергей александрович васильев в основном это люди с которым я очень много лет десятки лет взаимодействию воробьёв пал андреевич ваш покорный слуга воробьёв надежда александровна даже не однофамилица воробьёв андрей павлович она из архангельская просто ну совпал я еще одно воробьёв хотел из луганска вписать мне говорит слишком много тоже не родственник так джукаев аслан он в норвегии живет в основном валерий анатольевич елыкомов депутат государственной думы вообще-то он заведующий кафедры алтайского университета андрей алексеевич зайцев главный пульмонолог министерства обороны и госпиталь бурденко любовь сергей краснова доцент кафедры так что-то у меня куда-то все переключилось резко дальше андрей павлович мамот директор алтайского филиала институт гематологии талиб фамир каренч он из бишкека но работает в роттердаме и яков научный шойхит он тоже заведует кафедрой в барнауле но что делать барнаул это средоточие системы гемостаза и поэтому основная масса идея она от баркагана идет через барнаул сюда значит мы выпускаем эти рекомендации под редакции моей и валерий анатольевич елыкомова ну и я напомню тем кто может быть видел эту книгу что она вышла в одиннадцатом году много из того что я здесь рассказываю конечно в этой книге есть за исключением наверное конкретики по ковида 19 например по грипп h1n1 там кое-какой материал представлен поэтому если кто-то хочет книжку еще можно купить хотя у нас осталось может быть несколько экземпляров что такое dvs синдром да во первых я считаю что он должен иметь имя баркагана мочебели поскольку мочебели его открыла бракаган рассказал как его лечить он часто называется тромбо геморрагический синдром кто-то его называет микро тромбоангиопати еще какие-то названия бесконечное число названий но мы все-таки стоим на том что это диссеминированное распространенное внутри сосудистые свертывания крови это не специфический общий биологический ответ на воспаление повреждение гибель клеток на любую травму на иммунные нарушения виде образования тромбов микроциркуляторном русле в венах артериях полостях сердца с развитием тромбоэмболическим тромбоэмболических осложнений первую очередь венозного тромбоэмболизма и тромбозов инфаркт вены нижних конечностей ишемический инсульт нарушение проницаемости сосудистой стенки нарушение барьерной функции целостность слизистых оболочек например желудка и кишечника нарушение функций органов и тканей моно или полиорганная недостаточность внутри сосудистые инфекционные процессы локальной инфекции сепсис и в некоторых случаях сочетание с геморрагическим синдромом и полной несвертываемости крови приводящий к множественным массивным кровизлиянием и кровотечением обычно мы говорим о трех механизмах свертывания крови то есть это не единый процесс да сначала идет клеточный механизм он такой наверное по подревнее будет это агрегация и склеивание тромбоцитов и попадание ретроцитов в фибриновую сеть при этом происходит воспаление эндотелия включение фактора глибранда то есть это все реализуется через клетки в принципе агрегация тромбоцитов может происходить и без факторов свертывания крови а сами факторы это внешний путь когда в кровь попадают продукты распада клеток бактерии и это обычно молниеносные формы dvs синдрома и внутренний путь когда идет активация двенадцатого фактора но он плавает в крови он такой ленивый я бы сказал путь иммунные комплексы контакт поврежденной сосудистой стенкой обычно характеризуется под острыми или хроническими форме dvs синдрома здесь вот я попытался изобразить это на картинке внешний путь активации тромбина через попадание тканевого тромбопластина и внутренний путь через активации двенадцатого фактора тромбин активирует фибриноген появляется растворимый комплекс фибринмономеров рфмк желтеньким обозначено то что можно на что можно сделать друг горя анализ дальше образуется фибрин полимер да если мономер растворим в виде линейных таких цепочек то полимер это уже не линейная структура при этом воздействует сюда система антисвертывания противосвертывающего основной белок мы обсуждаем антитромбин 3 и тромбин одновременно со свертыванием запуск запускает фибринолиз разрушения сгустка то есть процессы идут параллельно с одной стороны идет образование сгустка а с другой стороны идет его разрушение начинается разрушение вот и участие эритроцитов тромбоцитов фибрином сгустке это вот примерно так выглядит ну и по мере разрушения фибриного сгустка появляются продукты деградации фибрина продукции разрушения фибрина pdf и дедимеры которые сейчас очень модно обсуждать то есть вот рфмк здесь посредине это процесс свертывания а продукты деградации дедимера это процесс уже фибринолиза обычно чаще всего упоминают молниеносные и острые формы dvs синдрома когда начинается разговор про двс они связаны с внешним путями активации свертывания то есть попадание тканевого тромбопластина из клеток которые разрушаются при родах при длительном сдавлении при травмах операции или же попадание аналогов тканевого тромбопластина из бактерий очень быстро проходит фаза активного свертывания идет повсеместное микротромбообразование начинает быстро потребляться фактор свертывающий система просто противо свертывающий антитромбин и фибринолитической системы тромбоцитов это такой синдром потребления называется дальше начинается геморрагический синдром и поле и лимона органная недостаточность ему на посредные формы обычно протекают не так острые это более хронический процесс это антифосфолипидный синдром очень такая специфическая форма воспалительные заболевания типа там болчанки гламеру нефрита двс-синдром при обычных инфекциях не тяжелых при этом имеется как только гиперкоагуляция практически без геморрагической составляющей то есть нет микро течение микро излияния нет потребления факторов свертывания и как правило не развивается функция не нарушается остро функции органов и ткани но почему я сказал что не при всех инфекциях так происходит потому что вот то чем мы сталкиваемся уже не первый раз это реакции массивные быстрые иммунного ответа они происходят одновременно и вызывают так называемый цитокиновый шторм да сейчас придумывают всякие разные названия красивые ну вот такое красивое название появилась таки новый шторм то есть одновременный выброс большого количества факторов которые участвуют в воспалении но я предложил назвать процесс который мы с вами видим воспалительно-тромботическим торнадо потому что торнадо здесь вот вы видите воспалительные интерлекины всякие и цитокины с тема комплимента фактор некроза общего опухоли через макрофаг мы чуть позже об этом скажем они запускают развитие свертывания крови и получается что этот процесс он отрывается уже от иниции инициирующего его заболевания то есть она уже не связана само по себе с тем триггерным фактором и дальше процесс идет самостоятельно непрерывно поэтому это торнадо сюда вовлекаются разные органы системы и процесс становится неуправляемым пусковым механизмом является поражение эндотелия эндотелия это внутренняя выстилка сосудов обычно система свертывания отграничивает фиброзно-воспалительным валом очаг инфекции блокирует распространение инфекции влияние цитокинов а вот при тех процесс процесс процессах острых вирусных инфекций грипп h1 и сейчас вот ковид 19 мы видим очень острое прямое повреждение эндотелиоцитов легочных сосудов и фактически лишение системы свертывания со своего санационного отграничивающего свойства развивается тяжелейший эндотелиоз с нарушением проницаемости сосудистой стенки ну вот здесь просто показаны это данные шохета и компании команда извините о том какие факторы показывают то что идет поражение эндотелия эндотелин 1 у 63 процентов больных был при гриппе h1 и на 1 фактор вилебранда у 83 при ковид 19 все во всем мире сегодня пишут о том что фактор вилебранда очень высокий это фактор который содержится в эндотелии и при любом воспалении любом повреждении эндотелия он выбрасывается в кровь и вызывает свертывание крови результат исчезновения удерживающей функции эндотелия вместо отечной жидкости туда попадает в ткани кровь фактически со всеми цитокинами с тканевым тромбопластином ингибиторами протеа с иммуноглобулинами иммунными комплексами фиброгеном и так далее и так далее то есть фактически кровь начинает перетекать в ткани и полости появляется условия для развития внутри альвеолярных и внутри тканевых коагуляционных реакций то есть фактически свертывание крови происходит непосредственно в тканях и полостях появляется такое понятие как фибриновое легкое в легком исчезает площадь для газообмена то есть человеку негде обменивать кислород и углекислый газ потому что все легкое забито этими тромбами естественно формируется субстрат для бактериальной инфекции бактерии всегда любят тромбы ну а дальше уже развивается соединительная ткань за счет факторов риска тромбоцит роста тромбоцит но правда я думаю что при ковид 19 инфекции как и при гриппе h1n1 большого фиброза не будет но это мое мнение посмотрим как процесс пойдет пока вроде бы не описано какие же особенности вот этого торнадо двс синдрома значит процесс самоподдерживающийся цикличный то есть новые повреждения органов усугубляет патологическое свертывание крови система свертывания крови вообще это такой баланс между активацией инактивацией и в общем она так все время балансирует то больше то меньше вот сдержки и противовесы вовлечение в процесс инфекционных и воспалительных составляющих меняет этот баланс в худшую сторону ну система все равно пытается как-то сбалансировать и в общем то наша задача задача терапии вернуть этот баланс на нужный нормальный этаж и мы собственно поговорим о том как это можно будет делать значит еще раз напомню двс синдром это общая биологическая реакция организма повреждения такая же как воспаление строго говоря двс является элементом воспаления и наоборот микротромбоз всегда сопровождается воспалением то есть это по сути ну примерно одно и то же центральной клеткой которая занимается воспалением и тромбозом эта клетка кондуктор это макрофаг она довольно хорошо известна и через нее идет одновременно она занимается вот здесь вот рекрутирует и представляет клетки иммунного ответа ну а при активации она же занимается выбросом огромного количества факторов которые переводят иммунную реакцию в двс-синдром а если это много очень то это патологически тяжелый двс-синдром вот так выглядит примерно макрофаг вы видите здесь ядро как у всякой клетки и огромное количество различных вакуолий нагружены то ли обломками бактерий то ли какими-то патологическими веществами иногда эта клетка насквозь насыщена вот этими веществами мы говорим о пенистых клетках потому что она как вспененная такая клетка с относительно небольшим ядром и насыщенной цитоплазмы когда конечно это все высвобождается в кровь то наступает гиперкоагуляция и в общем достаточно неприятно форму двс-синдрома я еще раз повторюсь я несколько раз буду повторять от молниеносных фульминантных форм когда мы от тромбоза до кровоточивости проходит буквально несколько десятков минут до хронических вялотекущих малосимптомных которые можно определить исключительно с помощью лабораторных исследований соответственно клинические различия будут в чем преимущественно с кровотечениями это острые формы при родах при операциях преимущественно с тромбозами это послеоперационный и гипокинетический венозный тромбоэмболизм гипокинетически у обездвиженных людей когда они долгое время находятся в обездвиженности у них развивается тромбоэмболия легочной артерии из вен нижних конечностей и наконец преимущественно микроциркуляторные поражения которые мы видим при сепсии при синдроме длительного сдавления антифосфолипидном синдроме теперь при коронавирусе и гриппы которые вызывают острые нарушения функции органов и тканей о чем мы тоже чуть-чуть позже поговорим собственно говоря вот клинические проявления ДВС они при вирусной инфекции они связаны с поражением легких, почек, желудочно-кишечного тракта, печени, головного мозга, сердца и кожи я хочу обратить внимание что при острых формах ДВС синдрома на первое место скорее выходит поражение почек а при вот этой новой инфекции мы видим что на первое место что при гриппе H1N1 что при коронавирусе на первое место выходит поражение легких почему понятно потому что вирус непосредственно повреждает легочную ткань находится в легочной ткани и оттуда начинается оттуда начинается развитие ДВС синдрома значит поражение легких ну естественно сначала это первично вирусное поражение да когда вирус размножается в клетках легкого дальше появляется тромбоза сосудов разного калибра это может быть тромбоэмболилия общей артерии из вен нижних конечностей это как правило нарушение проницаемости альвеолы тромботические и геморрагические пропитывания полостей альвеолы то есть кровоизлияние если хотите в полости альвеолы и резкое снижение поверхности газообмена ну вот так вот выглядят рисунки к сожалению один показался второй не показался ну неважно но видите пропитывание кровью и черные некрозы в легких при макроскопии вот снимок то что очень любят сейчас говорить сейчас я стрелочками покажу это вот матовое стекло так называемое да затемнение на легких хорошо видно здесь как бы не требуется больших познаний красными стрелками слева на снимке видны такие пятнышки затемнения а справа тоже стрелками указано вот здесь синие это места затемнения соответствующие снимку а красное это резкое усиление кровотока там где этого затемнения нет то есть идет процесс ну компенсации поражения легких там где есть собственно говоря помутнение стекла микроскопически это выглядит следующим образом это фибриновый экстудат в полости альвеол вот здесь вот вы видите норма здесь видно да хорошо газовые пузырьки белые да то есть легкие альвеолы это фактически газ с очень небольшими прослойками клеток и ткани легкого а здесь вы видите в этих же альвеолах либо фибрин полностью выполняет либо эритроциты то есть фактически это кровь которая наполняет альвеолярную полость естественно что дышать здесь нечем ну это то же самое при гриппе h1n1 примерно вы видите такая же тема вот фиброзный экстудат здесь вот огромное количество эритроцитов которые лежат вне сосудов и вот тоже создает такой тромбоз слово сатурации наверное выучили теперь все все знают что есть показатель напряжения кислорода в крови и всем понятно что нужно всех на аппарат искусственной вентиляции и если вы помните три месяца назад два месяца назад да еще и недавно все говорили вот выбираем кого класть на ИВЛ кого не класть на ИВЛ все было бы ничего но к сожалению на ИВЛ не все выживают мягко говоря а вот по нашим данным в коммунарке это вообще чудовищная цифра только 13,6% выживает на ИВЛ а остальные 84 отправляется 83 отправляется на тот свет ну в общем-то получается что раз легкому нет чем дышать то зачем же использовать неэффективную технологию вбухивать в нее огромные средства я уж не говорю про пожары которые привели к гибели нескольких человек от аппаратов собранных наскоро на скорую руку но при этом мы имели в стране практически в каждой больнице было оборудование для гипербарической оксигенации когда человека закладывают вот такую капсулу поднимают там давление это все на самом деле достаточно дешевое гораздо дешевле чем аппараты искусственной вентиляции и каким-то образом немножко вентилируют улучшают оксигенацию у меня просто по ходу 84 умирает? да, именно так именно так но это правда наши данные западные данные получше но тоже немало умирает 60% погибает поражение почек ну если мы говорили про обычный вот острый ДВС-синдром там поражение связано с микротромбозом в основном то здесь есть возможно есть прямое поражение вирусом на всяком случае вирус определяется в тканях почек он вообще как оказалось определяется во всех тканях у 15 тяжелых больных тех кто уже вот там приближается к ИВЛ или на ИВЛ у них развивается настоящая острая почечная недостаточность либо приходящая либо полная сонурии с повышением азотистых шлаков и это требует заместительной почечной терапии с помощью аппарата для гемодиализа значит по нашим данным ни здесь ни на этой модели на модели больных с краш-синдромом синдром длительного сдавления применение раннее применение плазмофереза снижает частоту острой почечной недостаточности в 2-3 раза ну надо проверять это на данной модели больных но во всяком случае предварительные данные по другим нозологиям у нас есть поражение желудочно-кишечного тракта ну во-первых имеется поражение вирусом непосредственно тканей кишечника во-вторых имеется микротромбоз в сосудах кишечника и тромбозах тромбозы в сосудах брызжейки с ишемией кишечника известно что вирус выделяется скалом дольше чем со слюной то есть люди скорее заразны через скаловые массы чем через слюну поэтому вопрос о том нужно ли носить маски такой немножко я бы сказал сомнительный у 10-50% разные данные в разных источниках рвота тошнота диарея потеря аппетита некоторые пишут о том что желудочно-кишечные поражения бывают до того как развиваются собственно легочные поражения и наличие поражения кишечника особенно раннего ассоциируется с риском осложнений так вот я все-таки напоминаю что фекально-оральный путь передачи вируса существует он с первого дня существует почему-то про это все время забывают сказать всем говорят что он передается при кашле и чихании он не передается при кашле и чихании он передается через аэрозоли а эти аэрозоли нужно постараться втереть себе в глаза или в рот ну и еще интересно что испанцы проверяли титров вируса в сточных водах канализации для того чтобы оценить зараженность различных регионов этим вирусом ну это скорее эпидемиологические такие исследования мне пишут что в некоторых клиник США аналогично с коммунаркой смертной ВЛ ну я не могу ни с чем поспорить возможно я ничего не утверждаю потому что ИВЛ вообще вопрос сложный кого берут куда берут в первую очередь кого берут потому что если брать только самых тяжелых естественно будет гораздо хуже показатель выживаемости если брать всех подряд он наверное будет повыше я в данном случае не в осуждении а я в данном случае говорю о том что ИВЛ не является технологией спасения жизни потому что если 13% выживает 20% выживает это все равно крайне низкий показатель и сегодня уже всем понятно что нужно постараться не допускать до 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 развития ИВЛ до перехода на ИВЛ значит вопрос по по рецепторам ангиотензин превращающим ферментов которые находятся повсеместно больше всего их в тканях дыхательных путей и в тканях пищеварительной трубки и это вопрос для внедрения вируса еще раз повторюсь что можно заглотить вирус и получить воспаление через желудочно-кишечный тракт и первые симптомы могут быть в желудочно-кишечном тракте именно из-за того что он будет проглочен а не его вдохнули ну это такая спекуляция немножко но тем не менее поэтому вопрос о том чтобы защитить слизистую желудочно-кишечного тракта я и в прошлый раз про это говорил и сейчас говорю что есть ростагландин Е2 есть его стимуляторы и вот в данном случае показано что фактор агрессии для слизистой желудочно-кишечного тракта в общем меняется при применении определенных групп препаратов которые покрывают фактически слизью оболочку внутреннюю оболочку кишечника вот эта работа сделана на нестероидных противовоспалительных препаратов включая аспирин включая антикогулянты и так далее и так далее то есть показано что уменьшается количество эрозии ясвых кровотечений при применении данной технологии вот вот этот препарат рибамипид это синтез стимулятор синтеза простагландина Е2 мы когда-то в свое время лечили больных с тяжелыми артериальными поражениями с критической ишемией простагландином Е2 но там просто простагландин вводился в кровь это позволяло не оперировать больных с критической ишемией поэтому все что связано с простагландином Е2 на мой взгляд представляет большой интерес и требует тщательного изучения тем более раз такие данные уже на самом деле есть и рибопамид как раз препарат из этой серии вот ну здесь это повторяется то же самое что он является средством профилактики эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки прямое поражение печени вирусом понятно нарушение микроциркуляции это наверное главное поражение и у 60% госпитализированных больных имеется трансаминазная активность которая свидетельствует о гибели части печеночных клеток ну и не надо забывать что терапия которая сегодня применяется во всем мире она очень разная но препараты очень агрессивные и большая часть из них могут давать вторичные лекарственные поражения поэтому нужно осторожно следить все время за функцией печени чтобы не получить печеночные недостаточности лекарственного происхождения поражение головного мозга как-то это редко и мало обсуждается хотя здесь можно выделить вообще-то я бы на первое место поставил поражение головного мозга потому что практически все больные жалуются на резчайшую головную боль я слово резчайшая здесь не просто так поставил потому что об этом люди говорят говорят всякие красивые слова ударили били закопали еще что-то такое то есть эмоциональная окраска этой головной боли она очень необычна также люди говорят о резчайшей слабости это явно не интоксикация это именно слабость которая скорее всего имеет центральный генез появление снов которых человек в жизни не видел появление видений ну например человек вдруг видит что кто-то стоит у его кровати проходит несколько секунд пока он понимает что никого вокруг нет но он уже успел поговорить потеря ориентации во времени и месте неузнавание родственников людей и до спутанности сознания естественно до полной потери сознания слишком много всего наваливается на мозг чтобы считать что это случайные процессы главное что это никак не связано с интоксикационным синдромом в том виде в котором мы его себе знаем и привыкли специфическое нарушение терморегуляции чуть позже скажу это неконтролируемое повышение температуры очень многие отмечают что парацетамол если и снижает температуру то совсем чуть-чуть а чаще всего не снижает вообще ну некротическая энцефалопатия синдром гиен-баре и инсульты мы чуть позже про это скажем ну вот конкретный вопрос про то как работает поражение головного мозга это мой личный пример молодой человек там я уж не помню зовут его Павел Андреевич кстати говоря 40 по-моему 6 лет там вот есть справа видите можно присмотреться с 1 мая температура 39 с лишним небольшой кашель слабость какие-то боли в боку отышки не было скорая не едет как обычно врач не приходит сказали пить парацетамол ну снижает на градус но не больше все равно все остается кстати температуру вот сначала он переносил очень легко тоже характерно что температура не сопровождается интоксикацией то есть вот какая-то небольшая слабость была температура ну не очень влияла с 6 числа я им назначил прямой новый антикоагулянт парорально извините использую возможности телемедицины с 7 числа 8 температура остается скорая не приезжает ну и дальше да и у него где-то а тест на ковид я пропустил тест на ковид у него 1 мая был позитивный то есть вопрос о том чем он болеет не вызывает с 9 мая через 2 фактически дня потому что начало с 7-го 8-го с 9-го 36,5 температура нормализовалась при том что слабость оставалась покашлявание оставалось ну мне показалось молодой человек ну что ж я буду травить антикоагулянтами я ему снижаю дозу в 2 раза тут же вираж температуры под 38 тут же мгновенно на следующий день жена мне пишет извините температура поднялась снова увеличиваем дозу антикоагулянта до исходной и уже с тех пор вот с 15-го числа то есть 5 дней прошло температуру 36,5 очень резкая слабость остается он с трудом может сесть в кровати кашель постепенно ушел но в целом в общем состояние более-менее стабильно ну и здесь в качестве так сказать вот описание его компьютерной томографии затемнение до 25% обеих на обеих легких на обоих легких и ну это как бы все укладывается в картину типичного ковида впрочем без большого повреждения легочной ткани ну как хотите я расценил в данном случае ситуацию что это температурная реакция центрального генеза поскольку центр терморегуляции у нас находится в головном мозге и соответственно мы воздействие на воздействуя на нарушение микроциркуляции снижаем эту центральную температуру ну кидайте меня тухлым помидором я к этому готов давайте обсуждать давайте исследовать я никогда в жизни не произносил слов температура центрального генеза зная только что это бывает при фибрильных формах шизофрении но однако здесь это однозначно ну не обладает же антикоагулянты антипериотическими свойствами это же не нпвс это же не не все остальное почему не назначались антибиотики ну во-первых это бессмысленно они неэффективны во-вторых ему назначалось на короткий курс я их отменил потому что они не работают какой вы что вирусы будете антибиотики увлечить что-ли некротическая энцефалопатия редкое очень осложнение в основном вроде бы страдают дети но здесь вот описанное уже довольно взрослого человека симметричное поражение головного мозга здесь довольно хорошо видно вот эти вот значит это днями все происходило здесь вот появились поражения ну то есть в общем достаточно хорошо видимые поражения я могу конечно наврать может я я не специалист в компьютерной томографии но мне кажется что вот эти белые поражения есть признаки этой некротической энцефалопатии и вот больной перед выпиской вы видите что здесь достаточно чистые мозги никаких вот таких локальных изменений либо они редуцировались да видите здесь белые здесь они уже совсем другие вот чем лечили это правда грипп h1 на 1 не ковид но я при ковиде тоже уже есть данные по некротической энцефалопатии мне здесь важно было показать лечение кроме всего обычного вазопрессор гидротация метилпреднизолом в больших дозах 1 грамм в день и вл плазма фрс был плазма фрс большой дозы убранной плазмы у больного была острая почечная недостаточность поэтому он получал несколько дней гемдиофильтрацию на 6 день госпитализации снялся ВЛ и на 14 день вышло заделение доземотерапии это очень большой и хороший результат да потому что летальность 30% и менее 10% выздоравливает а здесь ну в случае трудно обсуждать конечно всегда очень трудно обсуждать но тем не менее постепенно эта информация должна накапливаться и я обращаю ваше внимание на то что активное лечение в том числе плазма фрс помогло этому больному выйти и выздороветь относительно я думаю что там дефект конечно останется но это уже второй вопрос синдром гигиенбарепч вот врачи вообще про него не знают слушайте он до полутора человек на 100 тысяч населения в год это достаточно частая патология аутоиммунный процесс поражения милина нервных пучков развивается он примерно через неделю после любой респираторной инфекции или другой инфекции даже кишечных характеризуется в быстром за часы реже за сутки нарастанием вялого паралича рук сначала ног извините потом рук как правило идет снизу вверх поэтому он восходящий полирадикулоневрит нарушается чувствительность люди не могут ходить не могут есть они вообще ничего не могут они становятся овощами иногда нарушается дыхание была у меня пациентка у которой основным симптомом были сильнейшие боли она не могла лежать в кровати она морфинные были боли вылечили кстати мгновенно прогрессия болезни до двух недель затем в течение нескольких лет возможно улучшение состояния а возможно к сожалению нет есть больные которые на всю оставшуюся жизнь остаются в таком полувегетативном состоянии с неработающими ногами функции тазовых органов и так далее значит лечение это плазма ферез эффективность при раннем начале практически 100% практически 100% тут поверьте моему личному опыту у меня много больных которых я вылечил чем раньше вы найдете начнете лечение плазма ферезом тем более эффективно то есть если вы начнете в первые несколько там двое-трое суток то практически без неврологического дефекта человек может выйти если вы начнете позже ну к сожалению что-то такое остается можно делать иммуноглобулин но это дороже гораздо ну а при тромбозах поскольку обездвижные пациенты тромбоз тромбомболит тут гепарин безусловно тоже идет поражение сердца опять же нужно разделить как из печени на связанные непосредственно с заболеванием и связанные с применением лекарств болезнь болезнь может быть непосредственно повреждение миокарда но так не очень его описывают в основном это все-таки тромбозы тромбоэмболии нарушения микроциркуляции которые характеризуются нарушениями ритма развитием инфаркта миокарда и сердечной недостаточностью нарастающей ну вот смотрим по клиническим рекомендациям китайским здесь у 12 процентов острое повреждение миокарда они так его называли тропонин у 16 процентов аритмия то есть ну достаточно много сердечной недостаточности достаточно высокий процент повреждения сердца значит они делали тут и фильтрацию крови и профилактику тромбоэмболии но на что ну обычную да то что мы чуть позже будем говорить на что бы я обратил внимание это креатин фосфат натрия в разовой дозе 1 грамм 1-2 раза в день ну такой вот метаболический препарат который улучшает микроциркуляцию в зоне ишемии стабилизирует мембрану и участвует в энергетической транспортной системе ингибирует агрегацию тромбоцитов улучшает деформируемость эритроцитов предупреждает деградацию фосфолипидных мембран и так далее и так далее ну во всяком случае это препарат который сегодня с доказанной достаточно хорошо эффективностью при сердечно-сосудистом заболеваниях как видите это конечные точки точки твердая конечная точка летальность по метаанализу ну не верить не трудно рекомендации федерации анестезиологов по ведению больных с ковидом мы будем потом возвращаться к этим рекомендациям здесь вот абсолютно значит четко написано натриевая соль фосфокреатинина с расчета грамма дважды в сутки в течение 7-9 дней ну я не буду здесь зачитывать весь комментарий поверьте что ну наверное какие-то основания есть если реаниматологи люди достаточно ну консервативно скажем так настроены дают такие рекомендации возникает проблема ее сейчас в последнее время стали обсуждать и в интернете и в прессе это статистическая классификация причин смерти вот никто толком не знает куда отнести инфаркт миокарда при ковид-19 если вы помните первая больная которая у нас умерла пожилая дама преподаватель она умерла от тромбоэмболических осложнений везде были тромбы и ей написали тромбоэмболию легочной артерии и все возмутились как тромбоэмболию у нее же ковид ну мы-то с вами понимаем что связь есть между ковидом и тромбоэмболическим синдромом но по нашим советским и еще требованиями тем более они остаются сегодня и так было всегда на первое место выносится либо тромбоэмболия легочной артерии либо инфаркт либо инсульт мы можем застрелиться но такие требования ну что я могу сделать с этим ну вот такая ситуация поэтому мы понимаем что ДВС синдром это то есть инфаркт миокарда это проявление тромботической активности при ДВС синдроме при инфекциях вот но я хочу сказать что и по статьям судя инфаркт миокарда к ковиду-19 не относятся то есть там где пишут о тромбозах там пишут о тромбоэмболии легочной артерии об инсульте ишемическом но не пишут про инфаркт миокарда если бы у нас писали не один диагноз в статистическом талоне как положено а несколько диагнозов пусть даже конкурирующих но этого никто не делает то наверное было бы нам с вами всем легче мы бы могли отдифференцировать но поскольку это статистика она такая наука немножко извините не в обиду никому туповатая то им нужна одна причина смерти и дальше трава не расти они отправляют это и все и знаете они ничего не хотят спорить практически бессмысленно нарушение ритма такая тема возникла сейчас поскольку многие лишены медицинской помощи и даже проконсультироваться не с кем ну весь интернет стонет от того что нельзя пойти люди старшего возраста не имеют права выйти за пределы своего жилища кроме того часть препаратов особенно гидрохлорохин вызывает нарушение проводимости может вести к ритме а ритме могут возникать у пожилых людей ни с того ни с сего и вот есть антиаритмическая терапия в период эпидемии ковид-19 российского кардиологического общества от начала апреля и здесь написано что антиаритмики классов 1а и 3 нужно использовать с большой осторожностью в связи с риском удлинения интервала кутэ пропофенон прононорм препарат рекомендован международными российскими обществами для самостоятельного купирования пароксизма в мерцании это то что мы называем ответственное самолечение то есть этот препарат применяется пациентов самостоятельно соответственно таблетка в кармане снижает количество госпитализации ну и после восстановления синусово-ритма нужна профилактическая дозировка ну до 900 миллиграмм в сутки нужно обратить внимание что пропофенон почти не изменяет на всяком случае нет данных скажем так по его влиянию на антикоагулянты да вот здесь тут он зелененьким обозначен вы видите что если варфарин он потенцирует то добегатран риурексабан и так далее данных нет по-видимому речь идет о том что он не влияет на эти показатели то есть препарат относительно безопасен у больных которые получают антикоагулянтную терапию в домашних условиях я к этому вернусь потом в домашних условиях люди должны получать антикоагулянтную терапию поражение кожи при ковид-19 ну казалось бы где там кожа где там легкие вот смотрите что огромное количество мускулитов огромное количество мускулитов описывается видите пятна различной до некротизирующих форм когда фактически мы имеем дело ну практически с гангреной кстати говоря это лечится это лечится довольно неплохо с помощью того же плазмофереза то есть это не смертельное осложнение как могли бы вы подумать сейчас появился новый такой синдром но он раньше имел название кавасаки сейчас пишут похоже на кавасаки потому что кавасаки это маленькие дети буквально там первого-второго года жизни а сейчас этот синдром стал встречаться у взрослых ну такой вот некротизирующий системный воскулит ну видимо то что я показывал может быть он тоже укладывается в кавасаки по всякому в том случае в том случае надо разбираться некрозы с поражением сосудов тяжелых вот здесь появляются аневризмы тромбозы разрыв сосудистой стенки кстати говоря может быть разрыв аорта у этих людей лечение не очень разработано иммуноглобулины нестероидные противооспалительные препараты кортикстероиды и опять же плазмофереза как при любом воскулите это метод который должен всегда быть в арсенале медицинской организации ну диагностика ДВС-синдрома я бы хотел начать с того что сегодня обсуждение есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе оно лишено всякого смысла всем понятно это общепринято в мире что ДВС-синдром при респираторных инфекциях тяжелых имеет место быть другое дело что используется огромное количество разных наименований на разный вкус и цвет тут очень трудно заставить людей говорить на одном языке кто-то говорит микротромбоангиопатия кто-то тромбовоспалительный синдром гиперкоагуляция коагулопатия и так далее но на самом деле в общем по большому счету речь идет о синонимах единственное о чем я бы хотел предупредить чуть позже тоже к этому вернусь что если мы говорим ДВС-синдром это ток кровотечения это не так ДВС-синдром это во-первых по определению это тромбозы а будет там кровотечение или не будет это бабушка надвое сказала значит особенностью является течение по микротромботическому типу да геморрагический синдром только на терминальных стадиях появляется сочетание воскулитов и тромбозов во всех возможных бассейнах я забыл сказать но чуть позже тоже скажу о том что есть антифосфолипидные антитела это такие антитела которые поражают сами тоже поражают эндотелий сосудов это их такое свойство причем они чаще всего поражают именно мозги в обыденной жизни могут быть очень быстрые нарастания симптоматики легочной недостаточности молниеносной формы остероиспираторного дистресса синдрома особенно это было хорошо известно при гриппе h1n1 когда больных ну не то что не успевали довести но больной с утра себя неплохо чувствовал а к вечеру умирал от тяжелейшей дыхательной недостаточности потому что здесь идет сочетание собственно поражения вирусом плюс воспаление плюс тромбозы и легкие просто перестают дышать частое развитие парциально приходящей почечной недостаточности или острой почечной недостаточности ну еще раз напомню волнообразное течение ДВС синдрома он может нарастать может уменьшаться в зависимости от ситуации от состояния больного и от присоединения различных осложнений к сожалению у меня как и в прошлый раз пропала эта эмблема она чуть позже появится вот есть некая организация в интернете вообще я хочу сказать что интернет изменил лицо мира настолько что все мы сегодня читаем в интернете мы видим что вроде бы это журнальные статьи на самом деле это припринты расположены в интернете будут они там выложены или нет в журнале уже никого не интересует потому что те кому это очень нужно уже со всем этим познакомился это фантастика друзья мои я вам просто вот честно скажу более того я вам скажу что я столько статей сколько я прочел сейчас наверное не читал никогда в жизни за исключением периода лечения Юрия Владимировича Андропова тогда мне пришлось мне привозили ну кгбшники скажем осторожно привозили литературу из-за рубежа и я ее читал штудировал смотрел симпозиумы какие-то но тогда это все было вручную сейчас все то же самое в интернете огромное количество публикаций и это очень здорово значит что в этом документе написано во первых там ДВС просто в прямую диагностика лабораторные данные значит при поступлении могут быть нормальные показатели коагуляции обычно правда есть ДДМЕР а потом развивается тяжелый ДВС синдром на ней здесь ссылается на вот эту статью Танго одна одна из первых которая пишет о том что ДВС синдром бывает редко я не очень понимаю чуть позже опять же вернусь к этой статье я не понимаю что он имел ввиду кровоизлияние кровотечение бывает редко но тромботический синдром у всех значит так что тут значит в целом ДВС при ковид вызывает больше проблем с тромбообразованием чем кровоточивость тут у меня никаких сомнений нет смотрите да тромбоз глубоких вен тромбо микротромбоз сосудов легких уровни фибриногена может быть очень значительно повышено несмотря на идущий фибринолиз и продукты и высокий уровень продуктов распада фибриногена то есть это дедимер вот скорее всего фибриноген отражает активность воспалительного процесса это белок острой фазы который резко повышается при воспалении это не не коагуляционная его составляющая хотя он участвует в коагуляции вот ну и чем выше дедимер тем хуже прогноз есть лекция каприни такой известный чикагский человек он сделал видео лекцию не дожидаясь публикации опять же мы возвращаемся к тому что интернет творит чудеса и вот он здесь анализирует работу китайцев на 183 пациентов что дедимер ассоциировал с высоким уровнем летальности были различия между теми кто умер и вот здесь вот ссылка на вот эти 0,6% ДВС синдрома якобы а что в 73 в 71 одном и тех 4 так это у тех кто умер а кто выжил 0,6% но какие авторы имели ввиду признаки я не знаю я думаю что речь шла о именно геморрагическом синдроме тем более что я напомню в Китае практически не вскрывались умершие от ковид инфекции вот значит с ДВС синдромом связана вирусная пневмония воспаление цитокиновый шторм выход тканевого фактора 3 появление свободного тромбина но откровенно говоря все это очень давно написано в нашей литературе это совершенно не откровение в той книжке которую я вам показывал и уж тем более в книжке Знайса Сламоновича Баркагана который за десятки лет написал несколько больших книг по этому вопросу все это хорошо изложено и изучено другое дело что это в привязке к ковиду может быть описано более значимо здесь вот вы видите набор данных есть погибшие есть выжившие вот зелененькие это выжившие черненькие погибшие это дедимер тут фибриноген насколько я вижу антитромбин 3 продукты деградации фибрина здесь у меня к сожалению загорожено ну что мы видим что у антитромбин 3 в общем-то не снижается даже у тех кто а нет извините зеленый это как раз он снижается у тех кто погиб и не снижается у тех кто выжил аналогично с дедимером да у погибших очень высокий дедимер то есть это действительно асцерба хотя он не намного выше чем у непогибших продукты деградации фибрина аналогично очень высокие у выживших они относительно невысокие ну понятно ДВС-синдром это всегда спутник любого терминального состояния поэтому ну что тут говорить да так и должно быть но набор тестов конечно мне не очень нравится потому что протрамбин тут вообще ни при чем я не вижу здесь исследования фибринолиза поэтому это не очень хорошо ну вот еще одно тоже ссылка диссимирно-интравоскулярная коагуляция ДИК-синдром тут можем тоже посмотреть это какой-то госпиталь ну не вижу ладно плохо вижу тут вот значит смотрим рекомендации от 28.04 я напомню что предыдущее мое выступление было 9 числа 9 апреля где я рассказывал про лечение ДВС-синдрома и говорил о том что в рекомендациях Минздрава появилось коротенькое упоминание без деталей без но ДВС-синдром хотя бы впервые в пятом издании рекомендаций появился через сколько там две недели чуть больше двух недель появляется уже подробное описание ДВС-синдрома следствием тяжелого цитокинового шторма развития ДВС-синдрома клинические наблюдения показали что назначение низкомолекулярных гепаринов или гепарина приводит к обеспечению радикальной выживаемости больных на это даже я не готов был подписаться но здесь написано радикальным и здрав знает гепарин оказывает прямое противовоспалительное действие нормализует микроциркуляцию в легких ну и так далее и так далее при госпитализации рекомендуется ДДМР протромбиновое время фибриноген развернутый общий анализ крови включающий уровень тромбоцита ну мне здесь что-то возразить кроме протромбинового времени нечего бог с ним кратность определения ДДМР и всего прочего зависит от тяжести ковида и важна динамика как в сторону повышения так и в сторону понижения показателей для диагностики ДВС-синдрома нужно оценивать динамики количества тромбоцитов фибриногена и так далее причем при легком варианте 4-5 дней при средней тяжести раз в 2 дня при тяжелом ежедневном ну и внеочередной если усугубляется клиническая артина ну я вам хочу сказать что-то много написано согласитесь это же рекомендации которых вообще слово ДВС-синдром не употреблялось до моей лекции и на самом деле до публикации в газете еще была одна гадость до публикации в газете до того что я выступил несколько раз по телевидению по первому каналу по НТВ о том что надо все-таки как-то обратить внимание на ДВС-синдром ну нехорошо и весь мир обратил внимание и мы одни весь мир сейчас уже конечно если это пришло откуда-то с запада то это справедливо а то что я с 25 января об этом пишу это кого тут колышет в нашей стране пророков нет мы знаем об этом значит наши рекомендации по диагностике первое это еще Зеной Соломонович написал ситуационная диагностика есть ситуация ставьте диагноз не надо изысков со свертывающей системой крови свидетели свертывания то есть процесса свертывания и соответственно деградации образовавшейся фибрина это фибрин мономера РФМК дедимера продукты деградации ПДФ число тромбоцитов фрагментация эритроцитов или наличие шизоцитов для уточнения терапии уровня антистромбина 3 и обязательно состояние фибринолиза никто не делает ни разу не видел что кто-то сделал фибринолиз а фибринолиз просаживается при ДВС-синдроме первым гораздо раньше чем уменьшается количество антистромбина 3 уровень фибриногена понятно к сожалению мы видим иной набор исследований которые не имеют прямого отношения к ДВС-синдрому это АЧТВ протромбиновое время и тромбоэластограмма ну понятно что можно посмотреть на тромбоэластограмму и что-то сказать гиперкоагуляция гипкоагуляция но на мой взгляд тромбоэластограмма я занимался уже 40 лет назад ну никакой большой информации не несет и не сильно коррелирует с изменениями гемостаза к сожалению кроме того маркеры воспаления цириоактивный белок ферритин антитела к фосфолипидам о которых я уже говорил тоже необходимо определять может быть нерутинно но там где есть тяжелые пациенты где появляется какая-то тяжелая патология обязательно за этим смотреть я имею ввиду ферритин антитела к фосфолипидам потому что это как раз есть показания к проведению плазмофереза так же как высоченный фибриноген ну вот данные шойхета по лабораторным характеристикам ДВС-синдрома тут не только шойхет тут несколько у меня исследований фибриноген повышен от половины до ста процентов иногда достигал огромных значений в 10-12 миллиграмм процентов у всех практически анемии с фрагментированными эритроцитами разрушены изменения агрегации тромбоцитов ну практически у большинства пациентов при АДФ агрегации или при стимуляции адреналином тромбоцитопения у половины больных ну умеренные скажем но при этом был тромбоцитоз это бывает тромбоциты иногда повышаются но при этом у них как правило нет никакой агрегации плазминоген был снижен у 30% пациентов это именно фибринолитическая система у 90% антитромбин и протеин С нормальный высокий Д-димер был у большинства у всех было повышение растворимых комплексов фибринолитомеров РФМК на мой взгляд гораздо более четкий показатель идущего ДВС-синдрома чем Д-димер потому что Д-димер это то что уже произошло и потом расщепилось ну у всех больных изменилось ЧТВ у большинства был фактор Виллебранда и у большинства же было повышение уровня эндотелина то есть это показатели воспаления сосудистой стенки того самого эндотелиоза переходим к лечению ДВС-синдрома при вирусных заболеваниях ну во-первых нужно разделить пациентов на две я бы сказал большие группы они не очень четкие но тем не менее легкие и средне-тяжелые и средне-тяжелые и тяжелые к сожалению я посмотрел на западные западные рекомендации тоже нет четких критерий разделения пациента поэтому я бы на первое место поставил обезвоживание оно может быть связано и с поносом кстати говоря очень высокая температура свыше 39 наверное это было бы отнесено более тяжелым формам наличие одышки чувства нехватки воздуха сатурация ниже 90% ну это явно тяжелое уже состояние требует как минимум средне-тяжелое спутность сознания наличие изменений психики и высокие показатели воспаления ЦРБ дедимер высокий и высокий креатинин ну это мое личное мнение здесь точно сказать нет никаких шкал на сегодняшний день не существует три главных направления терапии обращаю ваше внимание здесь нет вообще ни слова про антивизрусную терапию потому что пока она не показала своей эффективности первое это воздействие на цитокиновый шторм второе это воздействие на воспалительное тромбоцитарное торнадо и дальше замещение выпадающих функций органов то есть это протективная терапия возможно вот эта первая рекомендация где четко было прописано что нужно проводить антикоагулянтную терапию это север Италии у меня нет не вижу я здесь даты но это если я правильно помню чуть ли не ноябрь месяц или может быть первые числа нет ноябрь извините не февраль по-моему это какие-то ранние цифры марта на всяком случае уже прошло довольно много времени здесь вы видите на кспарин антикоагулянтной терапии при отсутствии противопоказаний ну и так далее здесь периодически появляется сообщение о высокой частоте тромботических осложнений ну как бы вот еще слова такие сомневающихся людей надо сказать что у китайцев тоже была такая тема тоже они писали про венозный эмболизм тоже что нужно гепарин или низкомолекулярные гепарины очищенные то есть эта тема в общем-то еще от китайцев идет значит вот в этой книге книги интернет-изданий о котором я вам уже говорил здесь значит профилактику ДВС проводит при показателях не вижу чего 30 антикоагулянтной терапии с низкомолекулярным гепарином но это март 2020 года это все-таки прошло уже два месяца доказательная база отсутствует время там курсы и так далее я бы не стал здесь на этом останавливаться я просто показываю что уже в марте 2020 года появились данные о том что нужно проводить лечение низкомолекулярными гепаринами и обычным гепарином то же самое если нет значит кровотечений кривопрецепитат концентрат фибриногена сверхзамороженная плазма кстати говоря появляется при низком фибриногене вот ну здесь в общем-то много уже я бы сказал относительно несуразности потому что время прошло и мы гораздо более уверенно сейчас подходим к антикоагулянтной терапии как бы она не вызывает сомнений молниеносная пурпура да она описана вот в этой тоже книге здесь уже дефицит антитромбина-3 обязательно переливание сверхзамороженной плазмы в качестве донатра антитромбина-3 ну и так далее почему я говорю что мы совершенно по-новому к этому сейчас подходим ну наше новое понимание состоит в том что ДВС-синдром начинается гораздо раньше чем он диагностируется у госпитализированных пациентов скорее всего он начинается уже в домашних условиях при появлении клиники и сегодня я хотел бы обсуждать раннее начало антикоагулянтной антиагрегантной терапии имея ввиду ну скажем осторожную профилактическую направленность ну согласитесь мы же сегодня всех подряд лечим от риска развития тромбоэмболии легочной артерии ну всех кто идет на операцию как минимум а на самом деле гораздо больше таких людей мы даже не ищем у них никаких локальных тромбозов мы просто по схеме назначаем всем подряд антикоагулянты а ведь еще есть профилактика антиагрегантами тем же аспирином тем же курантилом диперидомолом тем же клопидогрином речь идет о том что сегодня людей получающих профилактические антикоагулянты антиагреганты миллионные друзья мои миллионы это одна из самых частых профилактических терапий так что ж мы извините за выражение неприличное не академическое что же мы жмемся давайте назначать раньше при любой респираторной вирусной инфекции мы знаем что огромное количество пожилых умирает через механизмы ДВС-синдрома сейчас для нас это абсолютно понятно микро-макро-тромбозы тромбоэмболии вот их судьба так давайте назначать раньше терапию антикоагулянтную и антиагрегантную исследовать эту терапию да с точки зрения снижения возможности развития тромбоэмболизма ну вот теперь передам такие сведения что китайские ученые показали его положительное влияние на ковид-19 он влиял на коагуляционную дисфункцию казалось бы хорошо известный нам всем препарат ну вот такие данные возникают вот всплыли исследования Кахрейновские они правда старые но обратите ваше внимание на что что эффективность диперидамола при острой респираторной вирусной инфекции была достаточно высокой я не очень понимаю какие там были точки взяты ну наверное те которые обычно берутся при инфекции да но у курантила тем не менее есть показания при ОРЗ при острой респираторной инфекции он показан я не знаю еще какие антиагреганты имеют такое показание в инструкции ну вот терапевтический эффект у COVID-19 описано да здесь подавляет он репликацию вируса там ну и так далее и так далее вот появилось значительное увеличение тромбоцитов и снижение додимера с контрольными пациентами вот то есть есть впечатление что он работает у больных с COVID-19 конечно это требует более четких исследований наверное более широких может быть контрольных но мы сейчас все вообще исследуем вот с белого листа что называется у нас нет времени на то чтобы проводить какие-то когортные рандомизированные и так далее исследования поэтому мы должны доверять тому что есть хотим мы того или нет вот ну во всяком случае вот есть четкое показание что додимер уменьшается на фоне приема деперидамола ну и собственно говоря чему мне тут не верить так не вижу здесь тромбоцитов ну неважно короче говоря додимер снижается додимер снижается значит есть точное влияние на систему гемокоагуляции ну и я вот хочу сказать что раз курантил работает значит профиль безопасности у него как известно очень хороший гораздо лучше чем у аспирина поэтому мне кажется имеет смысл исследовать эффективность на ранних стадиях любой вирусной инфекции респираторной причем по конечным мягким и твердым точкам конечные точки для тех кто не в курсе это либо какие-то тромбозы тот же инфаркт инсульт тромбоэмболии легочной артерии либо твердая точка это смерть вот по этим точкам я бы оценил в популяционных исследованиях больших влияние курантила препарат дешевый препарат доступный поэтому ну мне кажется что нужно его изучать следующая группа больных средне-тяжелые пациенты это совершенно очевидно что средне-тяжелое состояние требует обязательно антикоагуляции эти больные сегодня у нас во всяком случае получают лечение как правило дома и поэтому дома антикоагулянта колоть ну довольно трудно хотя можно у нас сегодня есть огромный набор точнее не огромный но есть набор прямых новых антикоагулянтов они пишутся NOAC новый оральный антикоагулянт потому что они принимаются в рот их не нужно вкалывать это принципиальный вопрос вот ну мои предпочтения прямым ингибитором фактора 10А ну это мое личное мнение я на нем не настаиваю большой научной подложки под этим нет но эти новые антикоагулянты как правило не требуют никакого лабораторного контроля во всяком случае формально это написано и имеют хороший приемлемый профиль безопасности вот один из них это апексабан ликвис препарат воздействующий именно на 10 фактор вот в этом каскаде сверт не помните внешний путь внутренний путь внутренний путь он подлиннее подлиннее будет поэтому поспокойнее развивается ДВС синдром когда идет вот иммунная активация 12 фактора а внешний с которым мы сейчас не сталкиваемся он очень быстрый тканевой фактор раз 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 и уже понеслась 10 фактор тромбин и дальше фибриновый тромб тут всего 3-4 этажа как бы реакции значит еще раз напомню ВОЗ выпустил предписание и российский Минздрав подтвердил что сегодня препараты при ковид-19 можно применять не по показаниям вне зарегистрированных показаний off-label поэтому мы сегодня обсуждаем препараты которые вроде бы на первый взгляд не относятся к препаратам для лечения ковид-инфекции я только напомню вам про вот больного которого я лечил от температуры с помощью препаратов воздействующих на свертывание крови ну как хотите это не единственный больной у меня еще есть хотя мне очень трудно оценить эту ситуацию четко для этого все-таки нужны какие-то крупномасштабные исследования у меня все-таки это несколько человек под моим началом ну будем работать над этим потому что это страшно интересно что антикоагулянты влияют на температуру вот ну показано что апексабан надо принимать два раза в день да потому что вот если один раз в день то доза недостаточно быстро снижается вот тогда как при приеме наоборот извините 5 миллиграмм два раза в день он да вот это вот снижение идет быстро и к концу первых суток он почти до нуля уже а если принимать два раза в день то концентрация более равномерно распределяется кстати говоря я это тоже увидел на примерах у пациентов что нужно применять эти препараты два раза в день хотя формально они идут один раз в день здесь профиль безопасности и вот последняя графа это как раз препарат который мы с вами обсуждаем и видите что у него лучше всего меньше всего всяких кровоизлияний больших малых кровотечений и так далее и все это подтверждено в клинических исследованиях то есть препарат это препарат выбора среди всех других на сегодня ну их собственно не так много их всего три штуки насколько я понимаю сейчас основных препаратов которые есть на российском рынке и вот совершенно фантастическая подсказка интересно что она вышла в тот же день когда я читал лекцию прошлую 9 апреля в этот же день выходит Синайский горный госпиталь в Нью-Йорке я не знаю как правильно переводить госпиталь горы Синай или горный Синайский госпиталь неважно это крупнейший нью-йоркский комплекс огромный нью-йоркский комплекс я его хорошо знаю и вот там выходит рекомендация вот что здесь написано вот пациент поступает с умеренно тяжелой степенью ковида как определять мы только что сказали высокий риск нет высокого риска апексабан или эноксапарин вот всем больным всем больным за исключением высокого риска кровотечения которую можно в общем-то определить здесь исследовать вначале общий анализ крови значит фибриноген протрамбиновый индекс протрамбиновый время простите оговорился по Фрейду запрещено произносить индекс АЧТВ и Дяди Мер вот ну и в общем-то в общем вот такие показания если препарат какие-то антикоагулянты больные принимали дома можно перейти на эноксапарин в терапевтической концентрации или гепарин на время госпитализации вот и вместо апексабана можно использовать рироксабан ну то что я только что сказал друзья мои у легких и средне-тяжелых пациентов надо применять прямые антикоагулянты которые точно работают зуб даю средне-тяжелое состояние всем больным назначается пронтеральная антикоагуляция всем больным гепарин в профилактических дозах я считаю что этого достаточно 10 тысяч единиц в сутки тут много разговоров на эту тему но можно поговорить и низкомолекулярные гепарин экликсан фраксипарин флюксум или синтетический препарат фондопаринекс ну вот такой сегодня подход он описан алгоритм вот этого госпиталя синайского нью-йоркский значит определение высокого риска прогрессирования недостаточно данных для точного определения высокого риска клиницисты должны учитывать комбинацию затрудненное дыхание лабораторный биомаркер я об этом обо всем говорил обосновании ранней антикоагуляции почему они говорят о ранней антикоагуляции значит ассоциированное с тромбоэмболическим синдромом патфизиология вскрытие показало что есть тело у многих ранняя антикоагуляция необходима для предотвращения распространения микротромбов и антикоагуляция может быть связана со снижением смертности ну здесь ссылки на источники литературы которые я не привел ну можно зайти посмотреть на Синайском госпитале эти рекомендации ну вот ну и также здесь утверждается что новые антикоагулянты не обладают противовоспалительными свойствами которыми обладает гепарина может быть не знаю ну при апексабан и ререксабан мы уже сказали берем методические рекомендации Минздрава которым уже месяц назначение низкомолекулярных гепаринов как минимум в профилактической дозе всем госпитализированным пациентам друзья мои о чем я говорил 9 апреля всем нужно проводить антикоагуляции всем надо лечить ДВС и смотрите не прошло и 20 дней как это появилось в рекомендациях Минздрава а говорить не слышите противопоказания для начала использования профилактических доз продолжающих уровень тромбоцитов я думаю тут просто техническая ошибка низкий конечно уровень тромбоцитов тоже непонятно что такое низкий уровень но бог с ними так следствием тяжелого жизнеугрожающего синдрома воспроизводителя токсинов цитокинов простите развитие ДВС синдрома с высоким риском венозной тромбоэмболии выраженной почечной недостаточностью назначение при выраженной почечной недостаточности лучше нефракционерное я так понимаю то есть низкомакулярное так и про тромбинное время от ЧТВ не относится к противопоказательным значению гепаринфа ну это вообще я не знаю кто мог такое написать ну никакого это божий дар с яичницей в огороде Бузина а в Киеве дядька ну бог с ним написали слава богу что написали слушайте надо благодарить и кланяться благодарить и кланяться ребята вы спасли жизни ну и здесь нормальная на мой взгляд рекомендация при тромботических осложнениях когда уже есть тромбозы переходит на лечебные дозы то есть это большие дозы нефракционерного гепарина и низкомолекулярного гепарина в принципе у меня нет возражений ну и здесь фондопаринокс натрия при иммунной тромбоцитопении в анамнезе я не уверен в том что это правильная такая рекомендация известно что фондопаринокс реже вызывает гепарина ассоциированную тромбоцитопению но реже не значит что не вызывает а главное что иммунная тромбоцитопения и гепарин индуцированная тромбоцитопения две разные тромбоцитопения Ну, в общем, хорошо, есть препараты, замечательно, используйте. Так, 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 при тяжелых проявлениях прием можно продолжить. Так, ну, вот к аглопатии потребления, это ДВС-синдром тяжелый, да, здесь только уровень тромбоцитов, и предложено поддерживать фибриноген выше 2 грамм на литр, забыли написать чем. Вообще-то переливает свежезамороженную плазму в такую ситуацию, это как минимум. Вот, ну, хорошо. Ладно, бог с ними. Идем дальше по Маунтену, Маунтену, можно сказать даже, Синайскому. Значит, другая группа, высокий риск, да, повышенная потребность кислородия, высокие додимеры, повышенный креатинин, то есть снижена функция почек, повышенный воспалительный белок ЦРБ. Поступает в реанимацию. Клиренс креатинина меньше 50, эноксиспорин. Ой, больше 50, простите, больше 50. Я тоже не все вижу, тут все такое мелко. Мы сегодня исправляли этот слайд, потому что очень мелко написано, но сейчас все-таки видно, что это больше 50. Эноксиспорин. Если ниже функции почек, обсуждать заместительную почечную терапию. Честно говоря, клиренс креатинина меньше 50, заместительную почечную терапию, что-то как-то мне не очень вяжется, ну, бог с ними, ладно. Написали, так написали. На заместительной почечной терапии можно применять апексабан два раза в сутки или гепарин капельно по протоколу тромбоэмболии и общей артерии. Обращаю ваше внимание, что они здесь все время обращаются к своим протоколам. Значит, здесь вот, если поступил в реанимацию, да, это не поступившая реанимация. Если поступил в реанимацию, гепарин по протоколу тромбоэмболии или эноксиспорин по 1 мг на 1 кг 2 раза в сутки, либо можно использовать протокол тканевого активатора фибриногена, который они используют при ишемическом инсульте. Ну, неизученная тема, не могу ничего возразить, не могу ничего добавить. Может быть, тканевой активатор тут тоже может работать. Значит, если заместительной почечной терапии нет, то апексабан или скорректированная 5 мг 2 раза в сутки или скорректированная доза эноксиспорина. То есть, опять же, большинство пациентов вполне может обходиться, значит, оральными препаратами. Мне кажется, что это все-таки довольно серьезный такой ход, что не только прямые антикоагулянты. Правда, тут всегда возражение, но прямые антикоагулянты, вот гепарины, у нас есть всегда антидот, мы в любой момент введем его. Но эти препараты, апексабан, рироксабан, они тоже недолго живут, они в течение суток выводятся. Поэтому ничего страшного, но если уж очень приспичит введите свежезмороженную плазму, я имею в виду кровотечение, и все будет хорошо. А во всех остальных случаях, ну, в принципе, можно обойтись. Мне кажется, что у рироксабан был какой-то антидот, я не знаю, зарегистрированный в России или нет. Ну, как-то разговор поднимался, но, видимо, он не очень нужен, раз про него никто ничего не слышал. Еще раз, здесь все четко написано, у меня больших возражений против этого нет. Значит, тяжелые, средне-тяжелые пациенты – это обязательно применение ноксапарина, ну, или, возможно, применение в качестве альтернативы апексабана. Ну, когда мы начинаем выбирать, какие низкомолекулярные гепарины надо использовать, ну, здесь на первом месте ноксапарин, клексан, он используется во всем мире, занимает лидирующие позиции в мире, и это самый часто используемый препарат из низкомолекулярных гепаринов, поэтому мы, естественно, все выступаем против. Ну, как, баба же яга должна быть против? И против чего? Против самого частого препарата. Извините, чай пролил. Хотел сказать гадость про клексан и чай пролил. Я с ним борюсь лет 25. Ну, никак победить не могу, ну, вот ничего не получается, поэтому такая битва в одну сторону. Поэтому ругать я его не буду, хвалить не буду, он самый часто применяемый препарат, но мы с самого начала обсуждали именно вот влияние, то есть именно применение препаратов более четкой молекулярной массы. Это вот почти гепарин, да, клексан, почти гепарин по молекулярной массе. А вот новые препараты, ну, фракспарин уже не новый, да, вот флюкс, он более новый препарат, он более такой в малом диапазоне разброса молекулярной массы, это считается более позитивным. Ну, какие наши разборки научные. Значит, флюксум лучше работает по данным вот метаанализов, чем энокспарин и надропарин при сравнении, по сравнению с тромбоэмболией лёгкшной артерии. Вот здесь видите, да, вот это порнопарин, это надропарин и нокспарин. Ну, тут я перехожу для тех, кто не в теме, с препаратов коммерческих на некоммерческие. Вот, я не очень понимаю, есть ли тут супер большая разница, но тем не менее, как минимум, этот препарат достоин для того, чтобы быть в общей обойме. Вот, и что вроде бы точно, он вызывает меньше больших кровотечений. Вот это важный профиль безопасности для антикоагулянтов, это важная тема, потому что мы имеем дело с больными, у которых всегда высокий риск кровотечения, всегда там и ДВС и так далее. Вот, поэтому для нас это важный параметр, поэтому флюксум здесь как бы, ну, в общем, стоит в ряду, может быть, даже немножко выигрывает. Еще один камень в кладку антикоагулянтной терапии. Я как масон такую кладку выкладываю. Потрясающие данные. К сожалению, опять это все из этого самого госпиталя Синайского. Я сегодня просто посмотрел, кстати, смотрю опять автора из Синайского госпиталя. Ну, что ж такое-то. Кто-нибудь еще что-нибудь пишет по-нормальному? Хотят, другие авторы. Значит, 395 больных на ИВЛ. Летальность 29,1%, это умерло 29,1% при применении антикоагулянта. И 62 без применения антикоагулянта. Но это как минимум в два раза различается. Я вообще хочу показать, что 62 – это не сильно отличается от 80 с чем-то у нас в России при всех привходящих обстоятельствах. Я еще повторяю, тут могут быть просто разные больные. Уже одного этого достаточно, чтобы получить различия в таких 20%. Но в два раза – это же сравнимая группа, сопоставимая группа в одном госпитале. Поэтому мне кажется, что это все-таки достаточно важное замечание, что даже у больных на ИВЛ, которые получают антикоагулянтную терапию, выживаемость в два раза выше, чем без применения антикоагулянта. Свежзамороженная плазма. Мне говорят, для нее нет показаний. Но это не так. Во-первых, геморрагический синдром до его остановки должен лечить свежзамороженную плазму. Можно применять какие-то другие препараты, сейчас они появились. Но все-таки это такая стандартная терапия. Кроме того, препараты, которые появились, я имею в виду седьмой активированный фактор, они несколько кусаются, плазма и под рукой, и она дешевле. При плазмофорезе замещение свежзамороженной плазмы всегда. В данном случае тяжелые больные. И, наконец, при терапии гепаринорезистентность тоже надо смотреть индивидуально. Но о чем я хочу сказать. Когда мы лечили в Армении больных с длительным синдромом, сгоревших в Уфе, мы всем больным переливали минимум 300 мл плазмы в сутки. Минимум. Это был стандарт у нас. И у нас был очень хороший эффект. Но как минимум надо взять попробовать. Трали синдрома, который мне говорят, ну он же вызывает трали синдром, повреждения легких плазма. Вызывает очень редко. Очень редко. Ну, точно не так часто, как ковид-19. Ну и иногда говорят, а как же вот переливание плазмы с антителами. Прошел месяц, даже больше, как я читал лекцию. И никаких победных сообщений о том, что плазма реконвалисцентов кому-то спасла жизнь, я что-то не вижу. Ну, наверное, кому-то как-то, поскольку это плазма, лучше от нее становится. Но чтобы, в общем, были победные реляции, пока нет. Подождем, посмотрим. У меня впечатление, что это может не работать. Плазма ФРС. Да, при ДВС-синдроме, при COVID-19 и, соответственно, при H1N1. При H1N1 он использовался, есть эффективность, даже есть публикации. Значит, это способ куперницы акинового шторма. Первое, что нам нужно сделать, это снять активность воспалительной реакции, иммуновоспалительной реакции. Плазма ФРС здесь вполне может работать с первых минут, с первых нарушений. Второе, это способ активного лечения воспалительно-тромботического торнадо, когда уже запустился тяжелый ДВС-синдром, и мы видим, что он требует интенсивной терапии. Ну и, наконец, это метод лечения осложняющих течение болезни воскулитов. Уже говорил про некротическую энцефалопатию, гиен-борре, квасаки-подобный синдром, кожное поражение, антифосфолипидный синдром. Все это тоже лечится с применением плазма ФРС. Причем гиен-борре, это во всем мире считается обязательным показанием со 100% эффективностью. Ну, в медицине всегда 100% не бывает, но все-таки это практически всегда помогает больных вылечить и спасти. Ну вот, что пишет Елена Васильевна, главный врач 23-й больницы, два дня назад в Фейсбуке. Опять же, возвращаясь к тому, что сегодня интернет является главным источником информации. Ну, кому-то мы можем доверять, кому-то не можем доверять. Лену я знаю больше 40 лет, мы с ней из одного гнезда учеников Зинаи Соломоновича Баркагана, хотя наши дороги разошлись, наверное, тоже примерно 40 лет назад, чуть меньше. Она занимается кардиологией, гемостазом в кардиологии, ну и сейчас вот главный врач больницы и главный кардиолог Москвы. Значит, что она пишет, главной характерной чертой является бурный процесс гиперактивации иммунной системы, образование тромбов, признаки ДВС-синдрома, по некоторым данным у 70% стационарных больных, множественные тромбозы, соседствующиеся к разлияниям, противосверчатерапия. Это она как бы такой легкий отчет делать, что они делают. Мы используем гепарин чаще в лечебной дозе. Ну, вопрос требует изучения. Я не могу ничего возразить. Я считаю, что надо давать в меньшей дозе, но бог с ним. Гепарин резистентность бывает резко, дефицит антитромбина бывает менее, чем у 30 больных, и редко требует замещения, 30%. Гепарин не всегда останавливает тромбообразование при ДВС-синдроме. Нужны ли в этом случае переливания свежей замороженной плазмы и плазма ФРС? Мы используем эти подходы в ряде случаев. Ну, однозначного ответа требуется дальнейшее исследование. Здесь мне трудно не согласиться с такой установкой, потому что я, естественно, рассказываю на основе предыдущего опыта при других инфекциях, при других заболеваниях. Что касается дезагрегантов, пока не ясно, нужны ли они к гепарину. Фибринолиз при этой патологии не подавлен. Но вот я не очень в этом уверен, он требует проверки. Потому что додимер – это одна тема, а фибринолиз – это совсем другая тема. Ну, тем не менее, во всяком случае, а, есть ДВС-синдром, человек-специалист по гемостазу, у нее кандидатская докторская по гемостазу, поэтому ей можно доверять в этом плане. И, Б, используется и переливание плазмы, и плазма ФРС, естественно, на все есть свои показания. Удивительное рядом, что называется. Методические рекомендации анестезиолога реанимационного обеспечения при коронавирусной инфекции. Написано двумя обществами анестезиологов-реаниматологов. Уж казалось бы, где я, где бы я не мог найти подтверждение своих данных. И вот вам, пожалуйста, 234-я рекомендация. У пациентов с COVID-19, новая коронавирусная инфекция, COVID-19, НКИ, рекомендуется рассмотреть применение плазмообмена до развития выраженных органных дисфункций. Но, друзья мои, я еще раз повторю, я талдычу про это с 25 января. Ну, здесь начинается элитивная плазмофильтрация, удаление цитокинов, ну, ради бога. Но главное, что здесь плазмообмен записан прямо конкретно в рекомендации. И это не я писал, а писали совершенно другие люди. 233-я рекомендация. У пациентов при наличии признаков гемофагоцитарного синдрома, понимаете, что вот опять какая-то новая тема пошла, что это вот гемофагоцитарный синдром, активация макрофагов. Ну, это патогенетические вещи, ну, что мы тут дурака валяем. При наличии ДВС-синдрома тромботической микроангиопатии, это не одно и то же, по-моему, это одно и то же в данном случае. Рекомендуется рассмотреть использование плазмообмена с замещением сверхзамороженной плазмы, а при отсутствии достаточного объема ССЗП плазмообмена с плазмосорбцией. Ну, вот, пожалуйста, не меньше 70% объема циркулирующей плазмы. Ну, пожалуйста, диагноз вторичного синдрома можно поставить по шкале какой-то и так далее, и так далее. Вот, 50% таких больных умирает. Ну, дальше меня, так сказать, не так интересуют эти рассуждения, как вот эта вот запись, которую я хотел бы вам тоже показать. Использование плазмообмена в настоящее время включено в клинические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Китае, США и других входит в рекомендации Американского общества амфереза. Подтверждено публикациям при лечении вот этого синдрома и термопротических микроангиопатий. Правда, это не имеет к ковиду отношения. И имеется отдельное исследование об использовании плазмообмена в компасе лечения вирусных инфекций, в том числе при пандемии гриппа H1N1. Ну, что-то точно имеется, извините, это прямо вот в руках нашей группы, которую мы сегодня создали. Это барнаульская команда, которая лечила более 200 пациентов. Поэтому уж точно это работает. Ну, тут я, конечно, не смог удержаться, имея в виду, что входит в лечение некоторых отдельные исследования при некоторых инфекциях. Ну, меня прямо зацепило. Ну, друзья мои, плазмоферез, как и терапия ДВС-синдрома, прочно и давно входит в принципы лечения тяжелых вирусных и бактериальных инфекций. Повсюду. Даже при знаменитом Эбола в нашем не менее знаменитом векторе, когда один из сотрудников поранился и заразился Эболой, его вытаскивали с того света с помощью плазмофереза. Ну, это стандартная терапия для многих инфекционистов. Они удивляются, почему вдруг эта тема начинает обсуждаться. Ну, смотрите, Википедия, презренная Википедия. Куда уж дальше, куда уж хуже источник. Читаем. Ну, во-первых, напомню, что чума никуда не делась, она есть, вспышки повсеместно происходят, и погибают тысячи. Лечение антибактериальное, но при легочной сетической форме развития геморрагии немедленно приступает к купированию синдрома ДВС, проводит плазмоферез, замещает СЗП, ну и так далее. При геморрагическом синдроме есть сущное введение СЗП, не менее двух литров. Ну, по-моему, то, что я вот рассказываю, только это к чуме относится, я к чуме не имею отношения. Ну, честное слово, не я писал. Смотрим дальше. Клинические рекомендации – менингококковая инфекция. При массовой гибели менингококков развивается ДВС-синдром. Двенадцатый фактор, о чем я вам уже говорил, да, все то же самое – терапия. Свежезамороженная плазма, тромбомасса, ну, при менингококковой инфекции плазмофереза я не нашел, но я, правда, не очень глубоко искал. А, слушайте, мне это так поразило, вот это утверждение, что я просто взял первые попавшиеся буквально статьи по поисковой системе, нашел. Геморрагическая лихорадка с помощью синдрома, с почечным синдромом. Моя любимая тема, потому что я стоял у истоков плазмофереза и точно знаю, что все, кому начали делать плазмофереза, это были восьмидесятые года. Да, к сожалению, данных я не нашел опубликованных, но я знаю человека, который это делал, это не его диссертация, но тем не менее. При геморрагической лихорадке плазмофереза используется с очень высокой эффективностью. Вот, здесь опять же, шок, ДВС-синдром, острая почечная недостаточность, не буду перечислять. К сожалению, вот в клинических рекомендациях, которые создавались в Уфе, очень плохо описана терапия, кроме гепарина и СЗП, мне ничего не удалось такого найти. Но зато тут же гуглим дальше, что нам, мы теперь умеем пользоваться интернетом. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, тема диссертации, 2007 год. Эффективное лечение геморрагического синдрома достигалось плазмоферезом с замещением с СЗП гепаринезирной плазмы. Но есть такая технология, когда в плазму добавляют немножко гепарина. Плазмоферез был более эффективен перед началом диализмного лечения. Это значит, что у них были тяжелые больные, у которых уже развилась острая почечная недостаточность, которые пропустили, скажем так, раннее начало проведения плазмофереза, и тем не менее, все равно они описывают эффективность. Следующая статья из Дальнего Востока, 2005 год, сравнивается летальность при геморрагической лихорадке 73-79, 16%, и 80-96, ну в два или в три раза почти, да, разницы. Значит, с 80-го года они внедрили плазмоферез. Это действительно так, похоже, что они первые в мире, ну в стране точно, это я знаю, опять же, из личных источников, начали делать плазмоферез. Значит, опять же, мы не знаем, какие больные поступают, они могут поступать уже с почечной недостаточности, даже тот рассказ, который я говорил, это больные первичные, когда сразу, как только у них появляется геморрагическая лихорадка, это был военный господин, там все проще, вот, им сразу начинали делать плазмоферез. Здесь, наверное, все-таки речь шла о больных уже с почечной недостаточности, потому что много здесь плазмофереза вместе с гемодиализом, вот, ну в общем-то, лечение больных, вывод какой? Больных со средне-тяжелым течением и тяжелой формой ГЛПС необходимо начинать с массивного плазмофереза. Ну, это инфекционисты пишут, ОПН разрядилась, разрозилась, разрешилась на второй неделе, 10-14 дней при плазмоферезе и минимум 3 недели и дальше без плазмофереза. Вот, а если ран начали плазмоферез с самого начала, то 3 дня всего продолжалась острая почечная недостаточность. Смотрите, гиперфибриногеномия, которую мы там обсуждали, что ее надо купировать плазмоферезом, была у 70% больных, да, купирована при плазмоферезе и после одного и у двух, два плазмофереза 100% купирования. То есть мы говорим о том, что раннее начало плазмофереза при тяжелых инфекциях, разных инфекциях, вирусных в том числе, это высокоэффективный метод. Ну, мне очень часто задают вопросы, думаю, что и здесь тоже будут, почему вас не слышат? Я не знаю, почему, я сверял часы со всеми знакомыми мне специалистами, с которыми я много лет общаюсь, они вошли авторами в представляемые рекомендации МГНОТа. Молодое поколение тихо косило глаза, не отвечая на смс-сообщения, на публикации в ватсапе и так далее. Я, кажется, разобрался с происходящим, потому что это на самом деле одна довольно конкретная и в общем узкая группа людей, которым я отношусь в общем с уважением, я их всех хорошо знаю, много лет. Но у них вот какая-то, я бы сказал, такая установка. И я сейчас вам расскажу, как диссеминированное свертывание крови превратилось в геморрагический синдром. Мы все время говорим про свертывание крови, оказывается, они говорят про геморрагический синдром. Вот эта команда. Я это назвал, может, нехорошо, заговором реаниматологов. Это Геннадий Мартиныч Голстян, заведующий реанимацией гемцентра. Это Андрей Юрьевич Буланов, заведующий выездной реанимационной бригадой гематологической в 52-й больнице. И это Денис Николаевич Проценко, главный врач 7-й больницы. Сейчас он руководит больницей в коммунарке. Даже позы у них одинаковые. Так вот, они выпустили рекомендации в 2019 году. Ну, я же не могу все отслеживать, это как бы тоже невозможно. Интенсивная терапия ДВС-синдрома в акушерстве. Здесь акушеров практически нет, одни реаниматологи. И вот они дают определение, которое, ну, ничему абсолютно не соответствует. Откуда они его взяли, я даже представить себе не могу. ДВС-синдром – это приобретенное вторичное, острое, как глупотия потребления. Может, не быть никакой, как глупотия потребления. Сопутствующие к критическому состоянию, и при которых потребляется как компоненты свертывающей, так и противосвертывающей системы, куда я делю фибринолиз, не знаю. С одной стороны, к агулопатическому кровотечению, с другой – к диссеминированному внутрисосудистому микротромбозу и развитию полиорганной недостаточности. Простите меня, это потребление или внутрисосудистый микротромбоз? В настоящее время ДВС-синдром рассматривается только как острая патология, а этими логическими факторами только критические состояния. Интересно, кем это рассматривается? Я никогда в жизни таких слов не произносил, и никто из моих специалистов по свертывающей системе, еще раз повторю, мы все-таки много, десятков лет вместе работаем, никогда таких вещей не произносил. Все крутят пальцем у виска на такие заявления. При септическом шоке, тромботической микропатии, тромботической формы ДВС-синдром встречается до 90% случаев. Так тромботическое или это геморрагический синдром? В настоящее время очень резонула фраза. ДВС-синдром не классифицируется по стадиям, как это было принято в прошлом веке. В каком прошлом веке? Еще 50 лет назад отказались от стадийного рассмотрения ДВС-синдрома, поэтому, можно сказать, что в 19 веке можно так написать. Но такой немножко элементик присутствует, неприятный. Выделяет явный ДВС-синдром, геморрагическая фибринолитическая форма, при чем здесь фибринолитическая форма, и неявный ДВС-синдром, без кровотечения, тромботическая форма. Так что мы рассматриваем? Неявный ДВС-синдром без кровотечения, тромботическую форму, или мы ее отвергаем? С современными представлениями, ну куда уж нам до современных представлений, клиники критического, на основе диагностики, что исключает такую форму, как хронический ДВС-синдром. Ну, друзья мои, ну вы пойдите, исключите что-нибудь еще. Исключите, что Земля круглая. Ну, у меня нет возражений. Почему бы нет? Можно обсудить и это. Но если вы не знаете, что это хронический ДВС-синдром, это не значит, что его нет. Ну, нельзя же опустить голову в песок, поднять перья кверху и говорить, ну нет, 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 нет. Ну, есть. Ну, есть хронический ДВС-синдром. Есть подострый ДВС-синдром. Есть острый. Есть молниеносные формы, я об этом уже 10 раз говорил. Очень много форм. Это не одна болезнь. Это много разных заболеваний с разными этиологиями, патогенезами, клиниками и лечением. Но лечение у всех одинаковое. Только на основании лабораторных изменений диагноз ДВС-синдром не уставляется. Приехали, здравствуйте вам. Ой. Рекомендуется использовать интегральную шкалу в баллах. С помощью, там, АСТ-АЖ и прочее, прочее. Вот. Обращаю ваше внимание, уровень доказательности при этом, что они рекомендуют использовать баллы, она не очень высокая, вообще-то говоря. Это так себе доказательность. Вот. Терапия описана при этом довольно адекватно, как в прошлом веке. Только плазмферез, насколько я помню, нет. Главный компонент для лечения острого ДВС по-прежнему свежезамороженной плазмы. Чего копию-то ломаем тогда, если это все одно и то же. Но в прошлом веке мы так писали, в этом веке мы так пишем. И вдруг, ну просто вот, знаете, как это, рояль в кустах. Гепарин не рекомендуется использовать для терапии ДВС-синдром любой формы. Гепарин применяется для тромбопрофилактики в постгеморрагическом периоде при отсутствии протиказания. Ну, друзья мои, ну вообще с ума сошли, с туба упали. У вас половина женщин, народа приходит на низкомолекулярном гепарине. Сейчас очень большая любовь у акушер-гинекологов лечить всех женщин с так называемыми генетическими тромбофилиями гепарином. И вдруг вот не рекомендуется. А с ним что делать? Их всем отменить? Нет, я не против, я против тромбофилии у беременных. Но тем не менее. Как можно поддерживать связь с вами и вашей, я бы сказал, группировкой? Поддерживайте как-нибудь, найдемся. При варианте ДВС-синдрома применение гепарина не показало своей эффективности для предотвращения полиорганной недостаточности. А я о чем, Талдыч? Конечно, не показало. Гепарина одного мало. Нужно применять комплексную терапию. И гепарина, свежезамороженную плазму, плазм ФРС. Тогда вы получите эффект. Ой. В РФ можно использовать концентрат антитромбин-3, мнение экспертов. Это значит, что он не работает. Антитромбин-3, да? Поскольку препарат не новый, ему много лет. Если его можно, по мнению экспертов, значит нет доказательств эффективности. Ну и так далее. Применение СЗП при сепси без крючей приводит к дополнительному повреждению легких и не восстанавливает адекватный уровень физиологических антикоагулянтов. Покажите мне, пожалуйста, работы. Это мнение авторов абсолютно без всяких доказательств. Дайте мне работы. Я, кстати говоря, обращался к некоторым товарищам из тех, кого я озвучил. Дайте мне, пожалуйста, данные по количеству факторов свертывания плазминогену, антитромбин и так далее, динамики и так далее. Связи это все с тромбоэластограммой не дали. Ну, просто не знают. Когда я говорю про плазминоген, тут гаснет вообще свет в глазах, люди просто замыкаются. Ну, никто сейчас не смотрит такие изыски. 12, так, зависимый фибринолиз, плазминоген. Ну, что их смотреть, действительно. Это же прошлый век. А мы-то в 21-м. Так. Что-то у меня два слайда одинаковых. Ну, вот, попытка засунуть ДВС-синдром в прокрустого ложа какой-то таблицы, у меня, честно говоря, смущает. Вот эта таблица. Ну, во-первых, здесь есть неявный ДВС-синдром. То есть, говорить о том, что ДВС-синдром – это только кровотечение, вообще-то говоря, стыдно, потому что вы даже противоречите тем ссылкам официальным, международным, про которые вы говорите. Да? Да? Имеется у больного заболевание количество тромбоцитов, протромбиновое время, которое не имеет отношения к ДВС-синдрому. Еще раз повторюсь, это какая-то безграмотность просто. Продукты деградации фибрина, хотелось бы РФМК иметь, антитромбин-3, протеин-Си и другие антикоагулянты. Ну, сумма более пяти неявный ДВС-синдром. Я тут считал, ну, по этим данным не получается поставить ДВС-синдром у больных с ковидом. Ну, не получается, потому что у них протромбиновое время не меняется, количество тромбоцитов далеко не у всех. По логике товарищей, которые выступают в эфире, тоже говорят, ДВС-синдром при ковид-инфекции нет. Прям лекция такая, нет. То есть нету здесь ДВС-синдрома вообще. Ну, нет, на нет, сюда нет. Ну, мы как-то вот видим, что он все-таки есть. Ну, и здесь данные уже по видимому явному ДВС-синдрому, это фактически речь идет о кровотечении. Ну, хорошо, но понимаете, в чем дело? Вы придумали какие-то шкалы, и вы верите в них. Ну, это фетишизм, друзья мои. Ну, так же нельзя. Есть же жизнь, есть больные, есть опыт, огромный опыт. Мы же говорим о тысячах, десятках и сотнях тысяч пациентов, которые мы пролечили. А вы рассказываете, что есть какая-то шкала. Ну, хорошо, но есть. Она, кстати, 2001 года, она не очень свежая. И мы точно знаем, что на Западе люди нехорошо знают ДВС-синдром. Туда ездил Баркаган, туда ездил Андрей Иванович, мы им объясняли. Мы сталкивались с ними в Армении, показывали, как надо лечить. Ну, почему мы должны все время ориентироваться на какие-то американские, на язычные таблицы? Давайте делать свое. Мы готовы к сотрудничеству. Я еще раз повторяю, все люди, которых я показал, я с ними готов взаимодействовать, работать. Потому что я считаю, что здесь есть над чем работать. Да, у нас мог быть разногласия, но уж давайте все-таки не игнорировать друг друга, не отвечая на какие-то воззвания и посылы. Я вообще в шоке от этого. Для меня это было новым вариантом взаимодействия. Ну, смотрим про плазму ФРС. Буквально 14 мая, меньше недели назад, выходят очередные рекомендации. Я не очень там вижу. Вирджиния Медикал Скул, Норфок. Терапия спасения, плазма обмен. Друзья мои, американские, что это терапия спасения. А мы о чем говорим? Мы о чем говорим 2,5-3 месяца? Это терапия спасения людей. Нет. Вот Зайцев, наш профессор Андрей, главный пульмонолог обороны, главный пульмонолог госпитал Бурденка. Мы с ним, по-моему, вчера как раз говорили. Я, говорит, лечу преднизолоном большими дозами. Но я против преднизолона больших доз. Лично я против. Но это мое личное мнение. Я говорю, Андрей, лечите. Получится, расскажете. Хотя в виде пульс-терапии, ну, не очень я против пульс-терапии. Вот если давать, размазывать маленькие дозы, да, тут я против. Кстати, они не работают. Но смотрите. Вирджиния. Это пульс-терапия. Это почти 500 мг в сутки. То есть, по факту, то, что сейчас сделал Андрей Зайцев, извините, я по именам. Ну, у меня привычка дурная, я со всеми по именам общаюсь. Он уже, по-моему, вчера мне сказал про 70 больных. Но это уже материал, который можно обсуждать. Конечно, это не все мабы, тот целый зум-лаб, который сейчас предлагается для лечения шторма, для купирования шторма, потому что это и по цене совершенно другое. Он говорит, что прекрасный эффект, 2-3 пульса, и все проходит. Обращаю ваше внимание, что в Вирджинии Медикал Скул не очень хорошо относятся к фильтрам, поглощающим цитокина, два вопроса. И также не очень хорошо относятся к ЭКМО у лиц моложе лет при серьезной, без серьезной органной недостаточности. То есть, это тоже тема такая для обсуждения. Ну, это чуть более ранняя статья 2019 года. По счастью, это не госпиталь на Маунтоне в Нью-Йорке. Но вот что написано, у меня прямо... Знаете, я еще повторяю, я очень много начитал сейчас статьи. Меня иногда прям поражают фразы, которые я готов произносить сам. В настоящее время единственным доступным антимикротромбо... Там чего-то такое режимом является плазма ФРС. Обоснование – это микротромбоз, вызванный чрезмерной продукцией фактора Вилебранда, из них не перевел, из-за эндотелиопатии и относительно недостаточный адомат С13. Возможно из-за неожиданной генной мутации, но это ладно, это уже рассуждение. Действительно, этот синдром показал ОРДС, показал отличную реакцию на терапевтический плазм ФРС при использовании на очень ранней стадии. Поскольку легкий является органом ответа за снабжение кислородом других органов, ОРДС является наиболее важным из органов, из недостаточных органов, которые могут ускорить смерть пациента из-за острой тяжелой гипоксимии. Ну, терапия спасения, антимикротромботический режим. Самое раннее вмешательство с использованием плазм ФРС является потенциальным эффективным средством для спасения жизни. В противном случае, когда после того, как пациент укоренится, ну, гугловский перевод друзьями, хотя все понятно, укоренится, то есть он там завяжется за ИВЛ и так далее, выздоровление ОРДС может стать отдаленным даже с плазм ФРС. Как и при сепсисе и септическом шоке, плазм ФРС использовались спорадически при ОРДС, даже не понимая концепции микротромбогенеза, и показали значительное преимущество с точки зрения безопасности в отчетах о случаях и ограниченных клинических сериях. Это не я пишу, человек пишет сам. Я напомню, что Баркоган говорил о том, что нужен тромб для развития бактериальной инфекции, в тромбе не работает иммунитет, афагоцитоз, бактерии активно формируют вокруг колонии тромбы, ну и так далее. Отсюда сепсис у тяжелых больных с коронавирусом. Значит, ну мы об этом говорили в прошлый раз, что ритмичность процесса тромбообразования при сепсе, антибактериальная терапия не всегда помогает, а даже иногда ухудшает течение сепса. Внезапные выбросы прокогулянтов, высокий уровень прокогулянтов, полное истощение фибринолиза, главное микроциркуляторное нарушение с полиорганной недостаточности. И я напомню для тех, кто врачи, знакомы с темой, при сепсе кровь, как правило, стерильна, там нет флоры. И здесь вот была такая у нас находка, когда мы лечили, ну я его лично не лечил, я занимался изучением литературы, я уже сказал об этом. Вдруг в мешках на плазмофорезе у генсека кровь была нестерильна, все заволновались, и выяснилось, что она становится нестерильной по мере выполнения процедур. И мы тогда это назвали дренирующим эффектом плазмофореза. То есть плазмофорез позволяет вымывать какие-то вещества из ткани, которые заблокированы микротромбами при тяжелом сепсисе. Ну, я люблю плазмофорез на центрифугах, он простой, дешевый, его можно проводить при любом уровне артериального давления. Ну, хорошо. Значит, мы ожидаем при сепсисе положительный посев, стабилизацию гемодинамики, особенно при септическом шоке, что называется, на игле стабилизируется гемодинамика, снижение интоксикации, переход в приходящую почву недостаточность, профилактику острой почвы недостаточности, ну и так далее, эффективность антибиотиков, очищение ретроцитов от фибринового облака. Вот здесь очень важно, фибриногена много, этот фибриноген окутывает эритроциты облаком, не давая им работать. Они плохо переносят кислород тоже из-за того, что у них сплошной слой фибриногена. Его нужно удалять, этот фибриноген, механически, другого способа, пока мир не придумал. Ну вот, органная дисфункция, 36 взрослых пациентов, плазма ФРС, плазма эксченж, и просто переливание плазмы. Вы видите, что в одном случае 31,8% летальности, в другом случае 0. Согласен, группы небольшие, не очень сопоставимые, но 0,31%, ну, согласитесь, все-таки различаются. Вот несколько такой, условно говоря, метаанализ, мы взяли просто несколько разных работ, где было понемногу пациентов, и вот посмотрели, что происходит, да. Значит, 1 из 13 умер на плазмом ФРС, 6 из 10, 3 из 13 против 7 из 9, ну и так далее. И в итоге получается, 34 умерло из 118 летальности, летальность 29%, я напомню про ИВЛ, там тоже около 30%, а здесь больше 50%, 69 из 138, даже чуть побольше получается. А, ну да, побольше. Вот, то есть, ну опять, ну, в полтора-два раза различается летальность, при том, что это совершенно мингококковая инфекция, там, где не очень плазм ФРС работает, успевает, потому что она очень быстро течет, септический шок тут, вы видите, да. Ну, в общем, как бы, данные такие есть. Напомню тоже, я в прошлый раз об этом говорил, статистические данные между Лещенко из Екатеринбурга и Шойхетом из Барнаула. Шойхет лечил ДВС-синдром, включая свежезамороженную плазму и плазму ФРС. Огромное количество диссертаций выполнено при бактериальных тяжелых пневмониях у Шойхета по этому вопросу. Вот различия летальности на ИВЛ. Да, здесь 27%, здесь 3,9%. Ну, в общем, извините, это называется 10 раз. Это порядки разные. Вот, при том, что не так много больных, хотя здесь 259 больных, поэтому тут на ИВЛ-то достаточно много было пациентов. Половина из них как минимум на ИВЛ-то. Здесь как раз цифры достаточно достоверны. Кстати, когда начинает обсуждаться грипп H1N1, мы до сих пор не знаем, сколько больных было и сколько умерло, потому что информация по статистике была сокрыта в сентябре 2009 года. С сентября 2009 года мы не знаем. Есть оценочные различные суждения на эту тему, они опубликованы. Ну, там, конечно, цифры какие-то чудовищные. Один из крупных специалистов, директор НИИ Гриппа, говорит о 200 тысячах погибших. Ну, я думаю, что это чрезмерная оценка. Но, тем не менее, даже если мы говорим по небольшому Алтайскому краю, где 2 миллиона человек, вы видите 259 очень тяжелых больных, и 10% средней летальность, точнее, всех успевали привезти. Это плазма ФРС на центрифугах. Кровь собирается из вены в мешок. Мешок вот такой вот, он устанавливается в контейнер, центрифугируется, дальше плазма сливается, она сверху получается вот здесь вот, сливается, и эритроцит возвращается пациенту. Это центрифугирование с применением сепараторов. Ну, вот на этом сепараторе я не знаю, сколько стоит процедура. Здесь мы посчитали, точнее, нам дали эти расчеты. Здесь примерно 250 долларов стоит одна процедура. Ну, без учета всяких катетеров, осложнений и так далее. То есть, непосредственно процедура стоит 250 долларов. Ну, в общем, это не бог весь какие деньги, хотя я понимаю, что курс сегодня очень сильно прыгнул. Процедура делается в непрерывном режиме. Тут вот центрифужка стоит, сюда закачивается кровь, такая петелька, тут очень сутроумная система, и, в общем-то, в непрерывном режиме, в течение очень короткого времени, не вся правильная помощь, не за час, идёт удаление большого объёма собственной плазмы. Центрифужную плазму ФРС. Ну, во-первых, цена 600 долларов, как минимум. Колонки вот такие вот, их надо покупать. И прибор стоит гораздо дороже. Он просто с огромным количеством всяких контролей и так далее. Ну, и я, честно говоря, к плазмофильтрации всегда относился плохо, хотя многие работают, исследуют, ради бога, я не возражаю против этого. Но для массового применения, конечно, центрифужный плазма ФРС – это то, что нужно. А учитывая, что он используется не только при ковиде, а и при самом разном количестве заболеваний, при тяжёлых сепсах, гнойных осложнениях, перитонитах и так далее, и так далее, иммунных всяких заболеваниях, я сейчас про кисметические вещи не говорю, там тоже сейчас платно это всё делается, направлено. Кстати, тяжёлый псориаз лечится прекрасно. То, в общем-то, иметь аппарат на базе медицинской организации было бы совсем неплохо. Большую часть организации страны, как это не смешно, включая районные часто больнички, имеют плазма ФРС, правда, центрифужные. Совершенно незатронутая тема реконволюсцента. Да, человек пролечился, да, он выписался, и что с ним делать не знает никто. Мы сейчас на базе нашего медикейса, это наша телемедицинская система, она вот таким образом выглядит, то есть человек проходит опрос, либо на телефоне, либо в компьютере. Дальше это всё через облако передаётся к врачу, врач принимает решение, причём даже уже в автоматическом режиме мы можем показать предварительные диагностические гипотезы пациенту. Ну и дальше либо терапия, мониторинг хронических инфекционных болезней, запись на приём, вызов участковой и так далее, и так далее. Всё это возможно через нашу телемедицинскую систему MediCase. Она у нас рабочая, она работает в Карелии уже много лет, там тысячи больных прошли. Вот, так вот, мы сейчас начинаем выявление в домашних условиях больных с ковидной инфекцией, дифференциальную диагностику между нековидными респираторными инфекциями, пневмониями, включая проблемы депрессии, потому что это очень большая сейчас проблема, ну и при необходимости общее консультирование, полный набор исследований, рентген и так далее, всё это входит в такой проект нашего общества, который мы сейчас будем реализовывать с одной из коммерческих медицинских компаний. Ну и кроме того, очень важно, что система будет помогать в введении пациентов в течение заболевания, при неосложнённых случаях, и при помощи реконволюсцентам. То есть мы будем отслеживать, нужно ли, не нужно ли, и мы будем договариваться с госпитализацией, они несчастные и больные будут это делать сами, и вести больных после того, как они выписались из стационара, и их фактически сегодня забросили. Мы берём на себя повышенные социалистические обязательства, я прекрасно понимаю, но что делать, люди брошены, понимаете, я без конца консультирую по телефону людей с ковидной инфекцией, или с близкой ковидной инфекцией, и я знаю, о чём я говорю. И вот, что мне понравилось, что с горы Синай из Нью-Йорка нам принесли похожий подход, правда, чуть-чуть раньше, чем мы его озвучили, но тут нет телемедицины, мы с телемедицины это делаем, с искусственным интеллектом. Выписанный пациент с ковидом должен оставаться на терапевтической антикоагуляции, если он её проходил, в течение не менее двух недель. Опять же, это апексабан, 5 мг внутрь, два раза в течение двух недель. Ну, так же, как это делается после выписки из стационара, после операции сегодня, да, для профилактики тромбоэмболей. Ну, абсолютно те же подходы. Они разумны, они понятны, и они вписываются в то, что уже сегодня прекрасно работает. Консультации пока невозможно, в ближайшие дни мы запустим через медикейс. Консультации, они будут доступны, и мы их выложим обязательно, у меня в ленте будут лежать ссылки. Перехожу совершенно к другой теме. Андрей, пожалуйста, сделай мне. Я должен нажать? Пошла музыка туда? А что такое? А? Вот так вот всегда. Делаешь, делаешь, а оно не нажимается. Это то, из-за чего мы немножко задержали начало нашей сегодняшней лекции, лекции от имени Московского городского терапевтического общества. Ну, ладно, не нажимается, бог с ним. Подождите секундочку. Значит, так, это вообще как-то куда-то совсем вернулся не туда. Сейчас друзья. А? Да. А Кир был пьян, это известная вещь, оно так всегда и случается. Мне бы хотел, чтобы фильм, конечно, прошел бы вот это. Было бы лучше. Ну, давай. Наи. Да? Курсор выключить. Выключил. Ну, хорошо, ну, вы все эту песню знаете. Песню царевны Несмеяна. И понятно, о чем идет речь. Мы все узники квартир, все сидим в четырех стенах с открытыми или закрытыми окнами по погоде. Все боимся, все дрожим. Вот. На самом деле, конечно, речь идет о том, что нужно давать уже давно свободу, нужно выпускать людей. Вот здесь вот у меня представлен такой график, точнее, сочетание графиков. Вчера он вышел. В Форбсе. О том, как в каких странах освобождали людей из заточения. Ну, правда, надо сказать, что не во всех странах одинаковое заточение было. Да? Италия, Испания, Франция это были пожестче режимы. В Германии, прямо скажем, он был помягче. И там люди ходили по улице спокойно. По-моему, в Бельгии то же самое. Не вижу, кто там наверху у нас. Какой? А? Австралия, наверное. Австралия. Австрия? А, ну, хорошо, Австрия. Вот. Но обращать на себя внимание, что, в принципе, все начинают освобождать людей на резком спаде. Да? Ну, вот здесь это Испания. А вот в Великобритании еще резкого спада нет, они уже начинают. В Германии тоже дожидалось. Ну, в Германии не было очень уж больших ограничений. Еще раз, люди гуляли на улице. Ну, в общем, конечно, тенденцию мы видим, что дожидается, пока практически перестанет определяться новые больные. Мы начали раньше. Мы начали вот здесь вот. То есть, мы сейчас только выходим на плато. Четкое. Вот. Правда, надо сказать, что графики все различаются. На верхнем графике представлено ежедневное количество вновь заболевших. непонятно заболевших или заразившихся, потому что как-то вот у нас заразившимся теперь непонятная история ставить диагноз без определения ковида тоже. Вот. А внизу это один на миллион населения. То есть, немножко разные показатели. Что бы я хотел отметить? Я все время это отмечаю. Вот здесь явно было плато. Это где-то конец там 17-12 примерно апреля. Ну, явное плато. Это называется пила, она всегда, плато всегда в виде пилы. И потом вдруг за один день у нас увеличивается в два раза количество больных. Как это может быть? Откуда? Во многих странах был такой пик, но он был один день и потом он вернулся к исходной позиции. А у нас это вот так вот произошло, поднялось наверх и там наверху опять мы видим ту же пилу. То есть, такое ощущение, что что-то стали учитывать, что не учитывали раньше, но все равно это все идет на плате. Вот, поэтому у меня нет четкого понимания, четких объяснений, представленных здесь цифр, тем более, что я обращаю ваше внимание, они не очень совпадают между собой и по вот этим кривым. Значит, вот Андрей тут ездил на очередную передачу телевизионную, и там 12 мая саратовцам дали свободу, они пошли гулять, и вдруг эту свободу у них отменили. Их опять упекли по домам, непонятно почему, непонятно как, все стали говорить, ну как же, ну вот у них же поднялось, ну кривая-то одинаковая, вот она как была, так и есть. Что была у них свобода, что нет свобода. Вы хотите мне сказать, что через две недели у них будет пик? Я в этом не уверен. Я в этом не уверен. Ну, посмотрим, конечно, но во всяком случае тут какие-то вот такие суетливые действия властей то отменить, то внедрить, и это, конечно, не вызывает у населения понимания и уважения. Значит, в Москве точное совершенно снижение, это очевидно, по всем цифрам, это загрузка оборудования КТ, а это по выявлению больных с помощью КТ. Немножко другие, опять же, цифры, то есть это не коронавирус как таковой, это КТ-диагностика, это Сергей Морозов, главный рентгенолог Москвы, предоставил цифры, но они довольно любопытны, да, потому что они, на самом деле, показывают, как снижается количество вновь выявляемых пациентов. То есть, на самом деле, конечно, Москва уже давно готова к выходу из заточения, и давно это нужно сделать, потому что, ну, как минимум, пик был вот здесь вот, а это тоже какой-то апрель, если вы можете посмотреть, довольно любопытно. А, 27 апрель, то есть это уже месяц практически прошел, как все идет вниз, а мы только сейчас, а, нет, мы только сейчас маски с варежкой надели, я забыл. Еще одна тема. Еще одна тема. Значит, сообщили, что в Дагестане погибло огромное количество медицинских работников, 40 человек. И это сообщение исходило из уст министра здравоохранения, не хухры-мухры, не просто так, не из газетных сообщений. Вот, огромное количество заболевших ковидом, огромное количество внебольничных пневмоний, 7000 человек в стационаре, из них 10% скончавшихся. Я, мне трудно что-нибудь говорить, но, значит, это он пишет, я, так сказать, в данном случае. разница между тем, что оперативный штаб дает про 3000 и 7000, 27 погибших, а там только 40 медицинских работников. Вот. Ну, в общем, он обеспокоен, пишет о том, что этот вопрос требует какого-то обсуждения, решения, потому что летальность то ли 0,7, то ли 6,2. Это все-таки большая разница, согласитесь, это вообще-то два порядка, если я правильно понимаю. Вот. Ну, или около того. У меня, конечно, никаких вопросов, нет данных, чтобы обсуждать что-либо по Дагестану, но важно, что этим озадачился Владимир Владимирович Путин, президент, и он направил туда десант. Ясно, что там не очень хорошо, и если вы помните, в прошлый раз я тоже рассказывал о том, что нужно ввести медицину к очагу инфекции, к очагу массового какого-то, к массовым пострадавшим. Не массовых пострадавших закладывать в больницу, а ввести туда медицину. И, в общем-то, ясно, что эти рекомендации будут востребованы и дальше, что сейчас произойдет пересмотр многих вещей, я абсолютно в этом уверен. Ну, вот еще одна, все-таки, продолжение той же темы, Медиазона, только что опубликовала, они проверили данные по 222 медикам, которые считаются в списке погибших, у них получилось 186, имеющих подтверждение, остальных они просто не могли подтвердить по разным причинам, но согласись, что 186, в общем, тоже достаточно. Получается, что каждый 15-й умерший в России, в стране, это медик. Две трети – это Москва, Московская область, Петербург и Дагестан. Вот. Ну, московские власти гибель врачей не комментируют. Половина погибших – это младший и средний медицинский персонал, на скорой, сотрудники скорой всего 25 человек, из, соответственно, ну, почти 200, 10 процентов. То есть, в основном, конечно, речь идет о врачах и медицинских сестрах, по-видимому, работающих в стационаре, хотя есть и не стационарные тоже люди. Понятно, что мы что-то делаем не так. С одной стороны, нам все время рассказывают о недостатках средств индивидуальной защиты. Но забывайте сказать, о каких средствах идет речь. О масках и халатах или противочумных костюмах с респираторами. О чем речь? И что нужно, главное, тоже непонятно. Значит, выясняется, что далеко не везде разделены красные и зеленые зоны. Вот сейчас из железнодорожного подмосковного написали, что там с одной стороны палаты с больными, причем не очень понятно, ковидный или не ковидный, но там есть заболевания среди персонала. А ординаторская, просто по другую сторону коридора, это зеленая зона. И врачи, выходящие из палаты, из красной зоны, тут же оказываются в зеленой зоне. Ну, не знаю. Много раз писалось, что заблокирована вентиляция в больницах вплоть до распоряжения заклеить вентиляционный решеток. Вот буквально Борис Теплых пишет очередной изыск любителей резиновых перчаток. Оказывается, во всех ковид-госпиталях пришло распоряжение заклеить вентиляцию. Приезжали проверяющие, проверяли, что заклеена вентиляция. Вчера вечером делал обход, заметил, что это не наша инициатива, вдруг не наша. Волшебная, в чьей голове родилась инициатива, что должны лечиться без вентиляции, не знаю. До этого мы все занимались все-таки проветриванием помещений, а не заклеением вентиляции. Ну, вообще, это, конечно, ситуация чудовищная. Это грубо противоречится со всеми правилами ведения инфекционных больных, которые должны вестись под отрицательным давлением. То есть, у них должно вытягиваться, выходить воздух из них, а с улицы поступать чистый воздух, лишенный каких-либо аэрозолей. Поэтому сегодня понятно, что аэрозоль с патогенами накапливается в воздухе помещений медицинских организаций. Никакими силами вы ее оттуда не удалите. Протирать поверхности здорово, но аэрозоль в воздухе. И я напомню еще раз, что у нас есть фекально-оральный путь, а это значит, что через туалеты грязные, а они у нас, извините, не все содержатся в идеальной частоте, так как где-нибудь в Америке или той же Италии, хотя в Италии тоже есть туалеты, не дай бог каждому. Они пользуются чашами гену, и, кстати говоря, это оттуда, где сидят орлом. Так вот, я уверен, что грязные общественные туалеты в больнице это источники заразы. Но это 100%, потому что никто этим вообще не занимается и не озабочен. Ну, много раз обсуждалось, конечно, что люди сидят часами в скорых помощях. Сейчас, конечно, это рассосалось, это был определенный период, но это было, и это тоже, в общем, чудовищная история. Вот, потому что это экспозиция вирусом, даже если больной не очень заразен, то за 9 часов пребывания в одной закрытой машине с сотрудниками он перезаразит все. Поэтому вопрос экспозиции это очень важный вопрос. Если у вас мало вируса, экспозиция малая, вы столкнулись с небольшим количеством вируса на протяжении короткого времени, то болезнь практически не будет. А сидение в больнице это, конечно, чудовищный организационный прокол наших медицинских властей. Второй вопрос, который нужно обсуждать, это личная гиена персонала. Конечно, никто особенно руки не моет, она не на высоте, это тоже неучтенный фактор. Но опять же, мы не доверяем начальству, мы не доверяем тому, что ковид бывает заразным, поговорите с любым медицинским работником, он вас скажет, что он не очень в это верит. Вот, а с другой стороны, мы очень доверяем СИС, вот пока мы не облачили СИС, мы вот не защищены. А если мы в СИС, то мы защищены. Я в этом не уверен, потому что 12 часов заклеенным в негерметичном, но маловентилируемом костюме с повышенной температурой и влажностью, с невозможностью сходить в туалет, с необходимостью использовать памперс, противоречит всем сан-эпид-нормам. Просто противоречит. Памперс надо менять даже у лежачего больного каждые 2-3 часа. А как же можно ходить здоровому 12 часов? За 12 часов у всех женщин 100% разовьется мочевая инфекция. 100%, я вас уверяю. Пойдите, посейте мочу, и вы увидите, что там бактерии. Но мы уже не в первый раз живем на этом свете. Вот смотрите, канадские рекомендации по защите персонала. Использование всех следующих средств индивидуальной защиты СИЗ. Перчатки, платье, ну в данном случае это, наверное, халат с длинными рукавами, средства защиты лица, такие, как хирургическая процедурная маска, защита глаз, защитная маска или хирургическая процедурная маска с навесным креплением. Ну понятно, да, щиток. Не бог весь что. Респиратор 95 плюс защита глаз должен использоваться при выполнении генерирующих аэрозом медицинских процедур. Ну фактически речь идет об интубации и так далее, и так далее. Кстати говоря, забор крови, интригиенные инъекции, да, здесь нужен респиратор и защита для глаз. Но это все, все, больше ничего у канадцев нет. гигиена рук должна проводиться всякий раз, когда это указывают, уделяя особое внимание во время и после удаления средств индивидуальной защиты, а также после ухода из среды ухода за пациента, то есть из красной зоны. Где у нас противочумные в Канаде костюмы? Что-то я не слышал, чтобы там сильно много болели. И вот я попросил прислать мне фотографии людей в различных странах. Это врачи, то есть медицинские работники в красной зоне в Канаде. Ну, халат есть, маска есть, шапочка есть, очки есть. Ну, все, что есть. Это зеленая зона, тоже, в общем, практически то же самое. Единственное, что они тут, по-моему, даже без шапочки стоят. Это израильские. В израильские вот здесь есть типа нашего противочумного костюма, но тоже, вот вы посмотрите, это красная зона, прям вот снимок из красной зоны человека, который ухаживает за больными ковидом. И вы видите здесь, что у него есть маски, борода у него заклеена маской и вот щиток. А дальше опять халат обычный, никакого противочумного костюма. Поэтому мы слегка перебарщиваем с нашими противочумными костюмами. Это совершенно очевидно, не делая того, что необходимо. И вот, если можно пустить, если пойдет у нас кусочек ролика, что происходит на Тайване. Ну, не идет? Ой, так жалко, так жалко. Специально сегодня обрезали кусочек фильма. перезагрузим. У меня не идет. Ну, ну, давай, я расскажу, ну, что тут, ничего не поделаешь. Очень хороший ролик, потому что он очень четкий, очень однозначный. Речь идет о том, что у них, как только появился первый... Защита сотрудников здравоохранения является одним из важнейших компонентов эпидемиологических мероприятий, поскольку именно они будут находиться в наибольшем контакте с зараженными лицами. С самого начала эпидемии медицинский университет города Гао-Сюня, мемориальный госпиталь Чонг-Хо вел мониторинг за распространением инфекции, одновременно планируя стратегию по предотвращению эпидемии. 21 января 2020 года первый зараженный коронавирусом пациент был доставлен в Тайвань. Госпиталь немедленно активизировал собственное командное подразделение по чрезвычайным ситуациям. Заведующий хирургическим отделением Уминг Фэнг является главнокомандующим. Он управляет четырьмя группами врачами, медицинскими сестрами и братьями, группой инфекционного контроля и административной группой. Работа всех групп вместе сводилась к планированию, координации и исполнению всех мер по борьбе с коронавирусом. Госпиталь постепенно внедрял следующие профилактические меры. Создание руководства по чрезвычайным ситуациям, обучение персонала, контроль за перемещением, контроль за исполнением стандартных операционных процедур при подозрении на инфекцию, симуляционные курсы и периодический контроль знаний и навыков, клиник и смотровых кабинетов, контроль публичного доступа в клинику и введение стандартов медицинской сортировки, контроль за средствами индивидуальной защиты, контроль коммуникации на территории госпиталя, повышенный контроль за уборкой и уходом в больницы и на территории. Ускорился процесс закупок для оснащения мониторами температуры тела. Канун китайского нового года госпиталь стал первой больницей Тайваня, осуществляющей строгий контроль публичного доступа и первой установившей станцию контроля температуры тела. 23 января количество входов в больницу было ограничено до 2. Ночью контроль публичного доступа осуществлялся охраной путем проверки наличия у вас карты пациента. Создано 5 шагов контроля для попадания в больницу. Шаг 1. Обязательно ношение маски. Шаг 2. Определение температуры тела. Шаг страхования откуда извлекается информация о перемещениях вроде занятий контактах и участии в публичных мероприятиях. При отсутствии проблем на руке ставится печать. Шаг 4. Если выявлены какие-либо симптомы или факторы риска посетитель будет направлен во внешнее отделение или в отделение неотложной помощи. Шаг 5. Дезинфекция рук. Контроль за публичным доступом требует привлечения дополнительного персонала. Каждый день до 120 сотрудников должны работать в несколько смен. Административная группа отвечает за ресурсы обеспечения и контроль неполадок в работе. Важную роль играет волонтерская деятельность. Поскольку служба перевозки пациентов передвигающихся на инвалидных колясках вынесена за пределы здания, волонтеры транспортируют пациентов данной категории и сопровождают их в больнице, пока семьи пациентов остаются снаружи. Волонтеры также помогают ориентироваться внутри больницы, указывая входы, выходы и направления к маршрутным автобусам. Мне всегда противно смотреть подобные видео. Потому что в общем... Так, можно презентацию дальше? Что-то она у меня не работает. Нет, не хочет. Вот. Ну, в принципе, мы же знаем, готовь сани летом. Поэтому то, что там началось, у нас есть командир, у нас есть СОПы, стандартные операционные процедуры, все было приведено к готовности. Все знают, кто куда. неужели нельзя сделать постоянно действующий штаб по чрезвычайным ситуациям? Мы каждый раз проваливаемся, начиная с Чернобыля, мы много об этом писали. Писали с отцом моим, с Андреем Ивановичем книга «До и после Чернобыля». Друзья мои, нужно иметь постоянно действующий штаб на уровне всех организаций, на уровне президента, правительства, Минздрава, Горздрава и так далее. И в каждой больнице ГОЧС, куда мы это все дели, гражданскую оборону? Конечно, мы над ней смеялись, но когда рак свистнул с Чернобылем, то только немногие могли что-то быстро сделать, те, кто были в теме. Мы были в теме, мы сработали. Основная масса, к сожалению, нет. Это обидно очень, потому что вы видите, что все это возможно, пожалуйста, вам показывают. Какие тут сложности? Какие сложности? Конечно, все документы нужно сделать заранее. Конечно, все это должно быть расписано. Конечно, все сотрудники должны быть прописаны, кто куда и как бежит в случае пожара, я не знаю, наводнения, прорыва канализации. Слушайте, друзья мои. Очень много всяких чрезвычайных обстоятельств может возникнуть. Они не обязательно тяжелые, но они вполне себе могут быть неприятными. Должны быть резервные койки, должен быть мобилизационный запас. Я, кстати, не уверен, что он есть сегодня, потому что когда мы работали в Армении, мы вскрывали мобилизационный запас. Когда мы работали в Уфе, мы везли из мобилизационного запаса непосредственно плазму, мешки для плазма фереза и капельницы. Это все было, в гемцентре лежало. Я не уверен, что сейчас есть свежезамороженная плазма, как мобилизационный запас. Хорошо, если я ошибаюсь. Слава Богу, если я ошибаюсь, но боюсь, что нет. Должны быть сформированы бригады, должна быть четко прописана логистика. Все виды чрезвычайных ситуаций должны быть описаны. Взрывная травма в любом месте, в любое время может взорваться. У нас седьмая больница, не очень было хорошо все сделано, не очень. У нас все работало как часы. Нам привозили и оттуда взорвавшихся, и отсюда, и чернобыльцев, и из Армении, откуда только не таскали. И все работало. У нас разворачивали в коридоре койки. Я не уверен, что сейчас это все есть. Где наши надувные госпиталя? Ну, может быть, сейчас Шойгу отправил Путин туда или ЧС, я уж не знаю, кого он там отправил. Может быть, там мы наконец увидим, что у нас есть надувные госпиталя. Конечно, можно и стадионы, и выставочные центры использовать, но я считаю, что, во-первых, нужно использовать на первом этапе как систему разделения людей по системе триаж, тяжелые, средней тяжести, легкие. И завозить туда массово, не 9 часов в машине, чтобы люди сидели, привезли, выгрузили и уехали. Ну, хорошо, если у вас реанимационный больной, везите реанимационный, сразу, но все остальные могут спокойно проходить эту систему сортировки. Такие госпиталя есть в стране, система триаж работает, например, госпиталь в Санкт-Петербурге, МЧС, но он, насколько мне известно, не задействован в ковиде. А там прямо машина заезжает в госпиталь, внутрь помещения, и там проходит сортировка пациентов по системе триаж. нет, мы этого делать не будем, мы будем долечивать, долечивать пациентов, после того, как они уже переболели, мы будем класть в холодные сырые помещения, без туалетов, без нормального, так сказать, даже загородок там нет между палатами. Как-то не очень это все выглядит хорошо, хотя, в принципе, понять это все можно. Ну и напоминаю тоже тезис, что местная медицина должна замещаться с приезжими, изне бригадами, как это сейчас произойдет в Дагестане. Ну, собственно говоря, это был последний слайд, теперь я готов отвечать на вопросы, попробую, ну, я не знаю даже, как мне попробовать, давайте с разделов вопроса с самого начала. Кто в группе риска? Ну, в группе риска, как известно, пожилые и тяжелобольные люди, в отличие от гриппа H1N1, где в группе риска были молодые, беременные и тучные пациенты. Там как раз пожилые не входили в группу риска. Так, на вебинаре проводили ассоциацию тромбоза и гемостаза, особенно подчеркивали, что при ковиде развивается не ДВС, а гиперкоагуляция. Нет, это не проблема терминологии, это как раз те лица, о которых я говорил, о которых я показывал. Это проблема очень странная, проблема отрицания. Отрицание того, что было сделано до них, их учителями, не... Так, куда-то я выключил... А, у меня переключили. Вот. Поэтому мне тут трудно сказать, что и как. Ну, будем бороться, это знакомые люди, поэтому я думаю, что мы как-нибудь договоримся с ними. Вот. Но это не проблема просто терминологии. Это прям вот чистый установок. Первый же доклад назывался, что это не ДВС. Голстян прям читал, это не ДВС. И много раз это повторял. Так, что вы знаете о тренированном иммунитете? Ой, не знаю, как повышать иммунитет с инфекционными больными? Ну, моё мнение простое. Обливаться холодной водой, бегать босиком по снегу, ходить на улице, дышать воздухом. Я не знаю, какие методы тренировки иммунитета, кроме обычных вот таких банальных... Ну, в баню можно ходить, в баню хорошо, особенно в купель прыгать. Здорово. Ну, так вот что-то назначили молодому человеку ревероксабан, ну, вообще-то, ему 46 лет, не самый мальчик. А что такого, чем вам ревероксабан плохо был? Я вообще, во-первых, я не называл ревероксабан, я назвал просто новый антикоагулянт, если уж быть точным. Почему нельзя назначить? Есть показания. Показанием является ковид-инфекция в средней степени тяжести. Как можно получить контакт через интернет? Пожалуйста. Я потом видел, что вы мне писали в личку, я посмотрю. У меня действительно уходят какие-то сообщения куда-то. Ну, это у всех, да, если вы не друг, то уходят. А друзей, вы меня извините, я друзей не не успеваю. У меня сейчас, наверное, тысяча две висит друзей, которых я не переделал. Поэтому, если хотите, подписывайтесь на фейсбуке в, как они называются, подписку просто, да, друзей я пока не смогу собирать. Ну, простите. Практическое использование ТЭГ, тромбодинамику можно использовать для оценки при отсутствии ТЭГ. Можно и то, и другое. Я не против ТЭГа, в принципе, не выступаю. Хорошая методика, просто она малоинформативна. Она с точки зрения ДВС-синдрома, она просто показывает гиперкоагуляции и гипкоагуляции. Больше ничего. Ни о ком фибринолизе она не говорит, ни о чем другом. Ну, кому-то нравится. Я поигрался в это дело, мне не понравилось, я ничего не нашел. У меня много с Баркоганом по этому поводу, ну, это было уж под 40 лет, дискутировал. Он мне тоже сказал, знаешь, красиво, но малоинформативно. На этом я задержался. Я же с прошлого века, люди современные, 21 век, а я все-таки из 20. Так. Сделать ковид в домашних условиях при наличии проявлений, но за деньги можно сделать. А есть ли ну, вы знаете, давайте вы мне как-то напишите, чтобы мне здесь в эфире это не озвучивать, рекомендации, а то еще посудят, это же совсем уже плохо. Можно ли? Можно. Что? Не знаю, давайте обсудим конкретно, потому что это не все-таки как расценить высокий Д-димер около 3 тысяч, нормальный фибриноген, тромбоциты. Я не знаю, но надо смотреть все-таки историю болезни, так невозможно, понимаете, в медицине все взаимосвязано, нельзя один какой-то показатель вычленить и спросить, что это такое. Ануш Арзуманян, я не очень понял, куда он пишет, наверное, куда-то в другое место. Однако МЗ дает рекомендации насчет противовирусных препаратов, при КТ. Ваше мнение на этот счет. Я против противовирусных препаратов. Ну, против, потому что нет никаких доказательств эффективности. Запретить не могу. Но я своим больным не рекомендую их принимать, так же, как и антибиотики. Но если им врач назначил, я говорю, ну, я считаю, что не надо, ну, вы принимайте решение сами. Один врач назначил, другой не назначил. Как тут разобраться? Не знаю. что вы скажете про внутриклеточный иммунитет? Я даже про такого не знаю. Есть клеточный и внеклеточный гуморальный. А внутриклеточный, ну, я же не все знаю, я вообще не иммунолог. Могут ли быть эффективны вакцины, не опасны ли будут их делать, все идет к массовой вакцинации. Я думаю, что к массовой вакцинации дело не придет, потому что разум все-таки восторжествует, ибо, скорее всего, вакцина не получится действенной. А главное, чтобы не получилась опасная вакцина, потому что уже один раз сделали вакцину, которую быстро-быстро-быстро-быстро давайте испытаем, а там сотня человек умерло на ней. Ее быстро также закрыли, больше к ней не возвращаются. Поэтому вакцина должна идти по своим законам, проходить испытания полноценные, не годится, что на восьми больных там или на восьми добровольцев попробовали. Это не дело, потому что любая вакцина, как любое другое лекарственное средство, они потенциально опасны. Это биологические препараты. Мое мнение по поводу дальнейшей амбулаторной профилактики тромбозов после РДС. Ну, я бы нет, я бы все-таки вот как Синай нам посоветовали, я бы назначал на две недели прямые оральные антикоагулянты. Мне кажется, что это более правильно. Но на сегодняшний день это хоть имеет какие-то обоснования по аналогии с тромбоэмболией для общей артерии. Есть ли информация, что ковид повторяется, мутирует, все в тем прививок? Ну, у ковида вообще очень много всякого, не ковида, а коронавируса, да? Поэтому и это тоже смутирует. Насчет повторяется, не знаю, пока нет никаких данных, пока никаких новых вспышек нет. То, что в Китае сейчас произошло, такая просто вспышка в другом городе совсем не связана с Уханью, поэтому это просто новое место, где появился вирус, куда его, по-видимому, завезли. Все-таки точки проверения антиагрегантов разные, все-таки что лучше из них? Ну, смотрите, я не могу дать рекомендации, потому что это все сегодня пробы и ошибки. Мы не знаем никаких результатов, у нас нет никаких исследований. Мне кажется, что более правильно здесь применять прямые антикоагулянты. Но если это больной с невысокой температурой, с низкой интоксикацией, дайте ему диперидамол. Хуже не будет точно, это 100%, препарат практически безопасен. Давать в таком случае при совсем легком течении антикоагулянта как-то не с руки, хотя дайте диперидамол, посмотрите, что будет. Так, туда я опять, извините, ты меня вот Манцек Лишвили из медцентра МГУ тоже занимается курантилом. Я курантилом не занимаюсь. Я просто знаю, что это препарат, который используется, несмотря на все наезды в течение очень многих лет. А он продолжает жить. Значит, что-то в этом есть. Знаете, как, это же грузинский вопрос был, да? Значит, два грузина обсуждают, один говорит, слушай, это или тост, это, не помню. Если пьешь белое вино, моча тоже белое-белое. Если пьешь красное вино, моча тоже белое. Значит, что-то остается. Так и диперидамолу. Раз он используется, раз его никто не выкинул, значит, что-то в нем есть. Опять внутриклеточный иммунитет, не знаю, о чем речь идет. Нуак не сочетается с плаквенилом и калетрой. А они вам зачем нужны? У них же нет доказательств эффективности ни того, ни другого. Можно ли постмортально дифференцировать тело при ковиде от тело без ковида? Ну, если ковид есть, то пишите, что это тело, связанное с ковидом. Если нет, не пишите. Как вы можете дифференцировать? Это вопрос вот такой очень странный, но он странный для непосвященных, а по нашим законам тело, значит, тело, ковид, ну, напишите его там где-то в сопутствующих заболеваниях. Как вам попасть на консультацию по интернету? Живу в Европе, пишите через фейсбук, постараюсь ответить. Я зайду специально в эту помойку, где у меня упадают не мои друзья. Я периодически туда лажу, что-то читаю. Ну, раз такая потребность есть, приходите, я запишу. Можно ли пить карантил для профилактики без признаков ЭРЗН? Ну, не знаю. Нет никаких данных. Так, по поводу акмера и подобных препаратов. У меня нет никаких пониманий, что это такое, и для чего. гиперидомол в профилактике терапии. я уже сказал, что этим можно пользоваться. Так, исходя из только небольшая часть переболевших, особенно тяжелых, проявляет высокий антительный ответ. Я не знаю, пока вот только начался эксперимент по оценке наличия антител. если у вас такая тема есть, давайте опубликуйте, но я пока не видел, у кого есть, у кого нет. Тут же еще чувствительность тоже может быть, поэтому нужно, если нет, то сделать хотя бы пару раз. Так, как вы оцените возможное увеличение смерти пациента с ковидом после массового применения гидрохлорохина из Китая? У меня таких данных нет. Я слышал что-то про то, что гидрохлорохин увеличил, но, честно говоря, четких данных нет. Но он не позитивный препарат, потому что он меняет лекокардиограмму, влияет на миокарты, может вызывать массовый аритмия. Что-то я слышал про Бразилию на эту тему, но я все-таки не все прочитал. Очень много сведений, простите. Сколько пациентов вы лечите с наоплазмофрез, есть данные? Нет данных, пока нет. Они накапливаются. Я знаю, что в Барнауле делают, я знаю, что в других регионах делают. Ну, пока я думаю, что это не будет большого количества пациентов. Ну, посмотрим. Может быть, в 23-й больнице появится какой-то опыт, они что-то напишут по этому поводу. так, эффективно применение деперидомов блокируется токинового шторма. Ну, не знаю, но надо смотреть. Слушайте, ну, это, вы знаете, прямо вот интерлекин, такой интерлекин, секунду. Возьмите, сделайте работу. Друзья мои, ну, мы все с колен, ну, нет же ничего, ну, возьмите, сделайте. Сходите в больницу, смотрите интерлекин. Где можно ознакомиться с системой медикейс? Название вы прочитали, есть сайт, заходите, смотрите. А вот сайт уже написан, да. Вряд ли блокады гистаминовых рецепторов решит проблему стокинового шторма. Это, видимо, кто-то на кого-то уже отвечает. Значит, про РЗ написал. Профилактика просто так. При варикозе, ну, попробуйте. При варикозе вообще показаны прямые антикоагулянты. Связано ли увеличение смертности, а что у нас увеличилась смертность в России, я чуть не знаю, у нас крайне низкая смертность пока, все обсуждают. Поэтому про гидрохлорохин не думаю, хотя его действительно направо-налево дают. Ну, профилактика гиперидамол, я уже сказал, я не могу вам ответить на этот вопрос. Венотоники, Детролекс. Ну, не знаю. Ну, хорошо, ну, пробуйте. Венотоники опять. Как отношусь к кислородно-гелевой терапии? Не отношусь. Не знаю ничего. Так. Не знаю, у меня пропал возможность комментировать, у меня все до сих пор работало как часы в Фейсбуке. А? А? А, может, человек забанен, это я не знаю, ну, может быть. Но я вроде такой фамилии не банил. Есть ли вот при ней флееры при ковиде? Не знаю. Есть ли общие симптомы РВИ, как считать, какой алгоритм обследования? Что необходимо сделать в первую очередь? Ну, просто РВИ ничего не делать. Пожить несколько дней, если вы здоровый человек, через неделю все само пройдет. Если это нарастает, головная боль, интоксикация, слабость резкая, тогда, наверное, надо как-то обследоваться с точки зрения ковида. Хотя, сейчас вот многие люди, я уже знаю много людей таких, которые просто переживают, смотрят за своим, ну, грубо говоря, дыханием, задышкой, и все, и просто переживают. То есть, специфического лечения все равно нет. Если ничего не нарастает, ну, от того, что вы сделаете исследование на ковид, вы просто получите проблемы по жизни для себя и своих родственников. Все будут привязаны, платить штрафы, вам это надо, не знаю. К кислородной гелиевой терапии не отношусь, не знаю. Диагноз низкая смертность, диагноз стоит по причине исхода, а не первопричины. Ну, я не знаю, что такое исход и первопричина. Я ответил, по-моему, на этот вопрос на лекции, в лекции, что я не все цифры понимаю, я не понимаю вот этот перескок, который произошел где-то в начале мая. Применять аллопатию, гомеопатию. Нет, гомеопатию тут совершенно ни при чем. Когда проверять титры, антитела? А вам зачем их проверять? Вам лично зачем их проверять? Не нужно их совершенно проверять, живите себе спокойно. При легком течении лучше пробовать деперидомол, потому что точно меньше осложнений. Так, я просмотрю помойку, куда сваливаются письма в фейсбуке у меня друзей. Пишите туда. Так, есть ли принципиально надежная эффективность с вакцинированием? Нет. Применение аспирина при легком течении. Я к аспирину отношусь плохо. Как минимум у него гораздо больше проблем с осложнениями, чем у деперидомола. В общем, той же самой эффективности с точки зрения антиагрегантной. Вот. Вы знаете, что аспирин сейчас, в общем, отменен как препарат для профилактики осложнений после, там, у больных с заболеванием коронарных сосудов. Он считается неэффективным. Так. Перехожу в другое место. Так. начну я тоже сверху, чтобы отвечать. Тут еще очень много. Так. Что-то я ответил, поэтому я буду пропускать. Применение возобрал для профилактики. Не знаю. Пошла телемедицина прямо в чате вебинара. Это что значит? кто-то кого-то лечит прямо на вебинаре. Не, я никого не лечил, я ничего не тихо говорил. так, 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 это повторяется. Курантил, вроде бы щадящий средств, но я не специалист. Ну, щадящий, я про это и говорю. Так, только третий час ночи. Я не виноват. Большая земля, круглая, и у всех разное время. Вот из Канады люди написали сразу, что мы не сможем, потому что у нас будет ночь, поэтому просим, значит, выложить. Ну, мы выложим обязательно, но с другой стороны приятно, что из Хабаровска вот в три часа ночи люди смотрят. Спасибо. Знают ли врачи, что они герои за гору против реаниматологов? за гору против ДВС. Ну, точно знают, конечно, вы что, я предупредил даже. Не то, что я там заочно как-то. Еще раз повторяю, это все люди, с которыми я более-менее общаюсь. Поддерживать связь с вами и вашей группе я уже сказал через Фейсбук. Так, на Ютуб выложим. Попасть к вам на консультацию онлайн не получится. Пока, во всяком случае. Ну, я не работаю в медицинских организациях, меня отовсюду за те демонстрации, которые я проводил против печатников в 2014 году, меня отовсюду в Москве попросили. Я персону нон-грата, меня не берет ни одна клиника. Не в курсе этой истории, нет? но я вам так вопрос скажу. Можно ли инициировать комиссию по пересмотру клинических рекомендаций? А там есть комиссии, они что-то делают. Более того, вот один из соавторов, один из со-редакторов, депутат Государственной Думы, он направил письмо министру, он с ним разговаривал по телефону с просьбой включить плазму, плазма ФРС в клинические рекомендации. Сейчас идет пересмотр, я думаю, что в ближайшие дни он выйдет, посмотрим, что они включили. Не все знают, что там включается, потому что я разговаривал с Зайцевым, он член этой группы, он говорит, я не в курсе, я вот направил, а что там примут, я не знаю. То есть это на самом деле немножко такая, кто-то там еще из администраторов трудится, не имеющих отношения к медицине, и я не знаю, что они никак решают, потому что это не совсем консенсус между социалистами. Ну, вот так. Потому что Андрей как раз говорит, Зайцев я имею в виду, что вот он пытается пробить высокие дозы глюкортикстероидов в пульс терапии, что вполне, по-моему, оправдано. А непонятно, будет или нет. Так, смотрим дальше. Что-то, чем смогу, помогу. Загидат, это что такое тут у нас, какая-то переписка внутренняя. Так, это мы, я не знаю, что такое коксимедон. Я не все препараты знаю наизусть. Друзья, могу где-то ошибаться, но я знаю только, что я знаю. Улучшается отношение между фибриногеном, фибринолитической активностью. Слушайте, какая-то такая очень неточная формулировка, я бы сказал. Так, как с вами тогда? Ну, пишите в фейсбуке. В Алтайском крае никаких ограничений в реальности нет и не было. Здесь не только адекватная медицина, но и вменяемая власть. Хорошо. Я вообще очень люблю Алтайский край. Я там учился, защищал диссертацию. Учился я, правда, коротко, после уже ординатуры, ну, неважно, у меня там огромное количество друзей. Весь удар пришелся на Москву. Ну, конечно, бедная Москва, несчастная. Так, да, население края, я уже сказал, там, два с лишним миллиона в Барнауле, ну, в Алтайском крае Барнаул, огромный город. Не надо говорить, что это совсем маленькие там заводы и все, что хотите. Так, дайте ссылку, сами посмотрите. Показали, показали, хорошо. Ну, на самом деле, наберите вот эту тайваньскую больницу, там большой очень ролик, мы вырезали все. Там очень много действительно полезных, он прям вот пошагово все рассказывает. Кстати, очень интересно, там полно сотрудников показывается, они без масок, без перчаток работают внутри. Если они не имеют отношения прямого к больным, вот там, где они технические работники, ничего не носят. Что вы думаете по поводу ухода за больными родственниками в красной зоне? Вас туда не пустят? так, читала позавчера про мальчика девяти лет, реанимация без поддержки мамы, ну, а что там мама будет реанимация делать, какая поддержка? в Сингапуре главнокомандующий врач. Это неправда. Там главнокомандующий это отдельный человек. Он как раз заведует штабом, и я уверен, что он не врач. Я уверен, что это администратор. Потому что они занимаются как раз сопами, процедурами. Это такая очень серьезная задача. все есть, нет, все зависло. В каждом регионе есть и не один центр медицины катастроф. А вы их видели, эти центры? Это чисто формальная организация, сидящая где-нибудь в областной больнице. Чем занимаются? А чем Всероссийский центр во главе с генералом занимается? Не буду называть фамилию, а то обидится. Так. Венотоники я уже ответил. Гели курантил. Так. При поражении почек ковид тоже нужен низкомолекулярный гепарин, конечно, там ДВС всегда идет. Но только при поражении почек я бы уже плазм ФРС сразу делал, если только такая возможность есть. про теосульфат я не знаю, так же, как я не знаю ничего. Но какие ингаляции, слушайте? Давайте вот кто-то там спиртом предлагал заливать в горло, ну почти в горло 70-процентное. Говорят, что это даже было в рекомендациях Минздрава такая появилась. Ну, ну не знаю, я не вижу никаких точек приложения теосульфата, спирта. Не знаю. Не пустят детей в детсады. Ну, подождите, еще прививки нет, а вы уже говорите, что их не пустят. Как трактовать КТ легких после выписки, если при поступлении и выписке матовое стекло 50%, рассосется. Рассосется. Если болезнь как таковая ушла, то все рассосется. Это же просто уплотнение, это же ничего не значит, оно было воспалительным, стало там фибриновым, но это расходится. Дозу апексабама менять или нет? Смотрите, это вопрос веса. Надо посмотреть по инструкции на большой вес дозу надо увеличивать, это правда. Но это не так сложно посмотреть. Тромбас или карантин? Ну, я к карантину ближе, чем к тромбасу, я не люблю аспирин. Витамин D точно не к месту, это, мне кажется, какая-то профанация, связанная с одной дамой, которую мы все знаем. что принимаете для профилактики вы? Ничего. Я просто живу себе спокойной жизнью. Но я правда сказал, что я бегаю босиком по снегу и пользуюсь баней, очень люблю. Ну, все на этом. ЦИНК при ковиде мимо проехали. Так, скоро рассвет, а расставаться не хочется, а у нас закат уже идет, так что мы скоро встретимся. Нифлохин, но это та же самая тема с Хиной. Какая профилактика, когда снимут режим самоизоляции? Ну, подождите, болеть-то все равно люди будут. Мы же никуда от этого, раз он вирус пришел, мы будем болеть, как пришел грипп H1N1. Люди же болеют, пневмониями болеют, тяжело болеют, надо про это говорить все время. В этом году была вспышка гриппа H1N1, вся страна была завалена, ну, то, что я знаю, может, на везде, до 60% пневмонии было гриппа H1N1. Мы просто проспали все, а на самом деле все это есть. Другое дело, что, может быть, он сейчас стал полегче, это я не знаю. Может быть, не те молодые беременные болеют, потому что и раньше болели гриппом, не знаю, но, тем не менее, нужно быть во всеоружии готовым. Что назначать на действительно интенсивную головную боль? Ну, какую? При подозрении на ковид, ну, мне кажется, ну, во-первых, анальгин работает, во-вторых, антикоагулянты. Поражение кишечника и медикаментозный мир. Вы знаете, есть лекция Леонида Борисовича Лазебникова, вчера он читал ее, поэтому можно там посмотреть более подробно, хотя у нас не совпадающая совершенно тема. Я про одно, он про другое, но, тем не менее, про профилактику кишечника я не знаю, что сказать про профилактику кишечника. Если больной принимает аспирин, ну, принимает, пускай принимает, не надо на курантин. Так, при вспышке сезонного РВИ гриппа, заболевший до 120 тысяч. 120 тысяч, это, откуда такая цифра, я думаю, речь о миллионах идет, о десятках миллионах, о чем вы говорите. У нас 40-60 тысяч погибают от респираторных инфекций, включая пневмонию, в год. 40-60 тысяч никто не забивает, ну, потому что никому в голову не придет при УРЗ везти больного в больницу, а сейчас приходит, как же, это же ковид, его надо в больницу класть. Вот и забили все больницы. Ксарелта, обычная доза 10 миллиграмм два раза. Солодексид, не знаю, у меня никакого нет к нему отношения, потому что я просто не знаю, зачем он. Может быть, ну, в принципе, хуже не будет, принимайте. Так, задал вопрос на конференции ФАР, это кто такой, в эффективность плазм ФРС, сказали, что пробовали, но все больные умерли. Слушайте, ну, давайте мы попробуем один раз ввести гепарин, потом больные все умрут, мы сказали, все больные умерли. Ну, так же нельзя, но все, какие больные, кому делали, какие объемы, чем замещали. Ну, так, друзья мои, если вы взяли терминальных больных на плазм ФРС, они у вас все через полчаса умерли. Ну, давайте скажем, все умерли. Ну, я вам говорю, слушайте, я плазм ФРС 40 лет занимаюсь, но ничего подобного вы ни одним лекарством добиться не можете. Вы не можете добиться излечения септического шока на игле, вы не можете это сделать ни одним препаратом. На плазм ФРС это происходит за час, мгновенно восстанавливается давление. Я вам таких историй могу рассказать, они описаны у меня, не то, что я вам сейчас нафантазирую, они описаны в книжке, которую я вам говорил. Мне потом те, с кем мы, собственно, в контрпозиции говорят, ну, вы знаете, мы там антибиотик поменяли. Я говорю, а что вы до этого два месяца меняли антибиотики, ничего не получалось. Потом сделали плазм ФРС, и у вас человек вдруг из температуры 40, из вопроса об отключении его вот жизнеобеспечения фактически, эвтаназии. За день человек выздоравливает, у него снижается температура, и он работает после этого. Какой антибиотик? Почему вы до этого никак не могли его на антибиотике спасти? Ну, да, ну, знаете, конечно, таких больных не так много, и это единичный случай, они требуют постоянного обсуждения. Ваше мнение по Беларуси позитивное. Я с Батькой даже, оказывается, выступал на Евойном канале один раз. Приезжали белорусы, что-то записали, оказалось, что это я подпевал Батьке по поводу того, что не нужно вводить запретов. Я доволен. Сулбексид весел-дуэф. Я знаю, что такое весел-дуэф. У меня нет никаких возражений против весел-дуэф. Я понимаю, что это за препарат, но я не очень знаю его место. Говорят, что он помогает. Тоже можно пробовать. В принципе, все препараты, каким-то образом влияющие на свертывание крови, они позитивны. Но как минимум у легких больных в начале заболевания. Расскажите про печатники. Не про печатники, а про печатников. А что я должен про него сказать? Вы что, ничего не знаете, ну что, весел-дуэф, гепарин подобной фракции, ну и что? Тут подробно расписано. Ну, я прекрасно это знаю, все про весел-дуэф. Хороший препарат. Но это же не гепарин, это гепариноид, он так и называется гепариноид. Вот, но поэтому я не против его использования. У меня просто нет никакого опыта, попробуйте, давайте. я не могу ничего возразить против его применения. Есть ли какое-то объяснение за хоронение людей в закрытых гробах? У нас очень много вопросов, которые не находят никакого объяснения. Ну, вроде бы, уже не хоронят в цинковых гробах, но в Питере запрещено принимать участие в похоронах. Я не знаю, что на этот счет я должен сказать. Ну, что вы от меня хотите, а? Ну, что, ну, это же как-то возможно спровоцировать тромбоцит пени антикоагулянтами. Да, гепарина вызывает тромбоцит пени, это известный вопрос, поэтому тромбоцит, уровень тромбоцитов при применении гепаринов нужно регулярно проверять. Но это не касается новых прямых антикоагулянтов. Имеет ли смысл ежегодная вакцинация от гриппа? Значит, мы делали специальный мета-анализ, он опубликован несколько лет назад, нет ни одного данного об эффективности вакцинации от гриппа. Мы провели исследование всех публикаций, которые были на тот момент, правда, это может быть 16-й год, вряд ли что-то за это время сильно поменялось. Значит, там история такая, у вас появляется какая-то информация, что вроде бы вот сегодня это помогает там в группе пожилых. Через год выходит информация, что в группе пожилых не помогает. А вот это помогает группе не пожилых, а ухаживающих за пожилыми. Через год выходит информация, в группе ухаживающих тоже не помогает. И так вся информация по эффективности вакцинации. Сначала делается какой-то вброс о том, что это эффективно, а потом через год-другой скептики говорят, да, ну, неэффективно. Поэтому на сегодняшний день я твёрдо могу сказать, со ссылкой на литературу, что данных об эффективности перевивок от гриппа не существует. Точка. Может ли быть головная боль единственным симптомом в какой характер? Не знаю. Про случаи H1N1 сегодня кричать в СМИ не в тренде, а так вполне себе болеет. Ну, я и не кричу, я просто рассказываю. Дайте, пожалуйста, название книжки, о которой говорите. Как она называется? Андрей. Ну, книжка моя про эту самую. Сейчас выложит в чат, Андрей, вам ссылку. Ещё раз, она там есть. У меня уже башка не варит, вы уж извините, пожалуйста, я даже не помню, как, собственно, книжка называется. Но, правда, у меня не одна, у меня больше ста публикаций книг, я имею в виду, поэтому я не всё. Так, ну, вопросы на этом закончились. Благодарности я не читал, ссылка на книжку появилась, если вы хотите. Вот, так, спасибо. Ну, всё, благодарности я не читаю, я закрываю на них глаза, чтобы не смущаться. Всё, спасибо, до новых встреч. Мы в понедельник проводим конференцию в виде вебинара. К сожалению, мы её хотели сделать очно, актуальные вопросы терапии, как они, внутренних болезней в эпоху ковида. Ну, как-то так мы её назвали, потому что там не будет большого количества докладов, но будут рассказаны там сахарный диабет при ковиде, как лечить сердечно-сосудия, заболевания, какие-то особенности. Я немножко там порассказываю, поэтому приходите, это в понедельник у нас рано утром записаться можно тут, здесь, наверное, тоже. Сейчас ссылочку вам выложат, чтобы вам с печкой веселее. Это не печка была, а самовар, а слан. Ну, что такое, ну, это в Норвегии у вас печки, а у нас самовары с печкой, ему было веселее. Вот ссылка на следующий вебинар, она тоже появилась. Всё, я выключаюсь. Всего хорошего. До новых встреч.